Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 14 марта 2016 года, выпуск номер 74. Всем привет. Время 10 часов по Челябинску, вечера. У нас есть для вас несколько громких тем, и первое из них 9 UX предсказаний на, внимание, 2019 год. Переход на HTTP2. Ну, я так понимаю, пользователей Tor можно как-то отследить. Погнали. Знаешь, вот мы сейчас сказали 2019, а какой хостинг будет популярен в 2019 году? Я думаю, вариантов к 2019 уже не останется. Не то, что вот это изобилие говна, которое сейчас есть, останется только один нормальный, настоящий, единственный искренний хостинг. Давай послушаем про него. Давай. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити-проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Тум-турум. Ну и прям, я буду, пусть это будет мое клише, с места в карьер. Давай. Идем на какой-то сайт под названием sebastiangabriel.com. Ну, он очень похож на медиум. Мне прям даже кажется, что он просто с медиума. Ну нет, на самом деле, конечно, он другой тут. У него полу-гамбургер-меню. Смотри, там такая, как бы, ступенька меню. Он как бы скромно, скромно, да, скромно. Ну, я не знаю, лучше это или хуже. У нас, кстати, в комментариях-то нешуточная дискуссия развернулась по поводу гамбургер-меню. И нам даже на ВК в паблике предлагают уже новости. А вот тут еще посмотрите гамбургер, а вот тут. Прям гамбургерная война. Да, прям такой ажиотаж гамбургер. В общем, статья называется дизайнерский гид по DPI. DPI это у нас dots per inch, точек на дюйм. Это термин из печатного дела, так скажем. Сколько точек принтер печатает на один дюйм, то есть точность печати. По DPI определяется и принтер, и сканер. Сколько он точек сканирует и печатает, то есть, ну, по качеству. Есть еще термин PPI, если позволите. Pixels per inch, это означает, сколько пикселей именно фактических на дюйме находится. То есть, грубо говоря, возможная разрешающая способность экрана. Здесь нужно сразу оговориться, что PPI, он бывает, ну, грубо говоря, это характеристик. Бывает большой PPI и маленький, да? Да, бывает большой и маленький. Бывает PPI у экрана, и бывает PPI у операционной системы. Так. И нужно, чтобы они совпадали, тогда количество логических пикселей будет совпадать с количеством физических пикселей. У Windows, так скажем, чисто, ну, вот так вот, сложилось 96 PPI, а в Mac'е 72. Но это не значит, что Mac хуже. Это не значит, что Mac хуже, это значит, что они разные множители просто используют. И, так скажем, для ретина экранов, там PPI в 2, в 3, в 4 раза больше, то есть на кратных множителях. Здесь есть сразу небольшой пример. Mac Cinema Display 27 дюймовый. У него PPI 109. Он, так скажем, отображает 100, точнее не отображает, у него горят 109 пикселей на дюйм на экране. Так. Здесь есть снизу картиночка, здесь прям 1 дюйм, так скажем, выделен. И показано, что примерно на пол дюйма у нас вмещается 54 пикселя. Но это почему примерно, потому что на дюйм 109, на 109 пополам как бы ровно не делится. Вот они нам показывают. И типа из-за этого у нас разрешение экрана получается 2560 на 1440 пикселей. Здесь есть маленькая сносочка, что на самом деле там 23 там. Ну, короче, как обычно это мы округляем, просто для удобства, так скажем. И что это значит для вашего дизайна? Для вашего дизайна это означает, что вы должны учитывать PPI, потому что на четком экране ваш кубик 109 на 109 пикселей, который вы дизайните, он будет выглядеть по-разному, он будет мельче. И может даже просто визуально другое впечатление сложиться у пользователя. Ну, на самом деле, да, нужно как бы оговориться, что... Что такое Native Resolution? Вот у моего MacBook Pro Retina 13-дюймового Native Resolution 1200 на 800. Я могу, я прям даже продемонстрирую это сейчас, в настройках зайти в настройки монитора, сделать масштабированное разрешение и выбрать другое. То есть я могу сделать крупное для слепых 124 на 640. Могу сделать 1440 на 900 поменьше. И самый маленький 1680 на 1050. Во-первых, есть две причины, по которым я это не делаю. Во-первых, зрение не позволяет. Это реально все настолько мелко становится, что, ну, я просто уже на организменном уровне привык вот к этому. А во-вторых, это делает нагрузку на видяху, потому что ей приходится масштабировать. То есть, поскольку это не нативное разрешение, она просто скейлит, увеличивает и уменьшает там в 2-3 раза, во сколько я выставляю. И, кроме того, что эта нагрузка на видяху, это еще и искажение у изображения. Здесь как раз показывают, если на примере того же Cinema дисплея взять, но у нас такого нет, поэтому будем рассматривать. К сожалению. Да. На, кстати, донатьте нам, что появится. Нам показывают, если на нем увеличить крупно, сделать 1280 на 720 пикселей разрешение, то все будет прям такое крупное, беспонтовое. И ладно бы крупное, беспонтовое, ну, допустим, слепым реально это круто. Угу. Есть еще блюр небольшой, потому что вдруг некратно получится, и там получится на 1.45 множитель, и какой-нибудь уголок какого-нибудь окна будет чуть-чуть заблюренным. Ну, вот здесь, опять же, есть конкретные примеры. Если 1.3 и 3.4 коэффициент, то вот не делится на цело, могут быть артефакты. Угу. Но, опять же, если ты слепой, ты уже понимаешь, что, ну, тебе похрен на артефакты, ты как экранной лупой пользовался на Windows, и так и тут увеличил просто и все. Но, кроме этого, повторюсь, еще на процессор будет нагрузка. Здесь также, если вот 1-пиксельную линию, которая на дефолтном разрешении такая четенькая, да, ну, вот просто квадратик-квадратик, увеличить на 150, то она будет вот такая размытая. Как бы глазу не будет казаться, что хреново, но... Ну, как это уже кажется? Ну, понимаешь, это если кого-то так увеличить, а когда она просто на странице, может, и не будет. Хотя, ну, как бы все мы знаем это ощущение, когда с ретина экрана заходим, с ретины, на сайты, где картинки все еще заблюрены, прям сразу бросается в глаза и фу-фу-фу. Ну, здесь опять же скрин из настроек, так же, как я показывал, только тут больше вариантов, я не знаю, почему, возможно, у чувака пятнашка. Ну, кстати, да. Только непонятно, почему у него на пятнашке тоже нативное разрешение 1280 на 800. У него старая пятнашка. Может быть, да, или у него старая ретина, ну, неважно. Короче говоря, суть вот в этом. Дальше нам рассказывают про 4К. 4К это 3840 на 2160 минимум. Есть 4К 4096 на 2160. То есть, есть 16 к 9 и 16 к 10. Их называют и Quad HD, и Ultra HD. Короче, неважно. Сейчас такие мониторы, если подключить к компьютеру, просто увеличивают все в два раза. То есть, они, даже если вы картинку непосредственно того разрешения, которое 4К поставите на страницу, он все равно возьмет ее, будто бы она в два раза меньше, и заскейлит ее в два раза. Поэтому на данный момент, потому что видеокарта логически не воспринимает 4К экраны пока. Поэтому на данный момент, на состояние новых нынешних операционных систем, я напоминаю, сегодня 14 марта 2016, если вдруг вы будете веб-археологами смотреть этот подкаст хотя бы через несколько лет, то вы поймете, что сейчас, возможно, ситуация изменилась для вас в тот ваше сейчас. Поэтому на данный момент 4К не нужно оптимизировать. То есть, он просто будет увеличивать в два раза, и все. Никак мы этого не избежим. Тем более, ни на каких телефонах и планшетах пока 4К нет. Упущение. Самсунгу надо бы подтягиваться как-то. Может быть, на новых айфонах будет 4К. Тоже может быть. Посмотрим, что будет на новых айфонах в наших сегодня других темах. Здесь про частоту мониторов дальше идет, что 60-герцовые мониторы показывают 60 кадров в секунду, а 120-герцовые 120 кадров в секунду. Да ну нахрен. Есть скептицизм по поводу того, что глаз не видит больше 60 кадров в секунду. На самом деле, глаз, может, и не видит, а мозг понимает, видит. И вы как бы визуально, может быть, у вас не меняется ничего, но прям вам будет нравиться. Центры наслаждения будут возбуждаться, медиаторы высвобождаться, дофамин, все дела. Медиаторы прям будут высвобождаться? Медиаторы, пластмассовые на гитарах играть. В общем, если у вас, вы оптимизируете под 120-герцовые экраны, то надо в два раза больше частоту делать у анимации. Так. Я, правда, не знаю как, но вот... А, слушай, подожди, а я же могу сейчас на какой-нибудь хорошей камере снимать в 4K? Ты даже на GoPro можешь, не только на хороших камерах, но и на GoPro тоже можешь, да? Да, да. Правда, вот нынешняя Hero 4 Black Edition, она на 4K только 30 кадров в секунду снимает. Так я вот и думаю, может быть, и в телефонах появится такая возможность. Так, подожди, 6SK... 6SK точно снимает в 60 FPS, как и шестерки. Но не... На счет 4K не уверен. Может быть, в 7-ке появится, хрен его знает. Делаешь, даже не только в камере, но и в процессе, чтобы он успел рендерить это дерьмо и кодировать. Он же не в мовах сохраняет на айфоне, а в mp4, то есть он параллельно кодирует, поэтому тут достаточно сложно. Дальше нам расскажут, что такое ретинный экран. Это экран, в котором количество логических пикселей осталось то же самое, то есть 3,5 дюйма, а количество физических увеличилось в 2 раза. То есть 480 на 320 было на 3G, 3GS, и на четверке при том же диагонали 3,5 дюйма разрешение стало 360 на 640, и PPI увеличился со 163 до 326. Ну, здесь нам говорят, что нам, как дизайнерам, не нужно бояться, потому что у нас в Photoshop все за нас делает. То есть в нынешних программах все легко и хорошо, множители автоматически, все просто скейлят и так далее. Нам просто нужно 44 пикселя, 88 пикселя условно для иконки, два размера показывать и все. Есть специальные единицы измерения DP, PT и SP. Так, ну DP мы знаем, что-то. Да, DP мы знаем, Device Independent Pixel, PT Point и SP это Separated, так, нет, не то. Scale Independent Pixel. Короче говоря, я не знаю, в каких программах это используется, но вот в каких-то программах можно мерить в DP-шках, PT-шках. Сейчас бы тебе какой-нибудь InDesign чувак сказал бы, да ты знаешь, там же сплошь и рядом, на каждом шагу. Да, возможно, я даже и хотел бы, чтобы нам так сказали в комментариях, пишите в комментариях, если вы InDesign чувак. Ну и, ну там, да, не, не, нам говорят дальше, что лучше в Photoshop не менять 72 PPI, потому что просто в два раза увеличиваешь, так скажем. А потому что здесь есть картинка, меняешь на 114 PPI и текст скейлятся, а твои кубики синие 80 на 80 не скейлятся, потому что ты им физически указал 80 на 8 пикселей. По-моему, в Photoshop можно в поинтах квадратики делать, но это и насрать, просто оставляйте 72 PPI и все. И stick to it, если угодно. Так, а я потом, а почему все так? Потому что PPI и прочие вещи, они в основном для печати. А в вебе, PPI configuration doesn't have any influence when exporting for the web. В общем, для веба все в физических пикселях измеряется и никаких проблем. Ну, мы говорили неделю назад про емы и ремы, про относительные единицы, но это для того контента, который браузер рендерит. В смысле, сам высирает. А для тех, которые он просто передает из assets, из там JPEG, PNG и SVG, он все-таки берет фиксированные значения. Мы ими фиксировано можем управлять, поэтому пока не паримся. Дальше в этой статье рассказано, как работать с этими всеми единицами измерений и так далее при разработке мобильных приложений. Причем достаточно крупно все и прям очень четко, с процентами, с формулами и так далее. Но мы не будем это рассматривать, потому что это выходит из скоупа нашего подкаста. У нас все-таки подкаст не про мобильный девелопмент, но тем не менее. Но вообще, вы знаете, где достать статью, sebastiangabriel.com. Типа, пс-пс, хочешь статью про мобильный DPI, DPI? Да, да, смотрите у нас в описании. И, кстати, нужно сказать, у нас в описании есть тайм-коды для разных тем. То есть, если вы вдруг дослушали досюда и хотите об этом узнать, то знайте. Потому что все пишут в комментариях, блин, чуваки, неохота вас два часа слушать, че вот вы такое говно? И какой-нибудь хороший подписчик отвечает за нас, а ты глаза, типа, разуй, посмотри. Вообще-то в описании есть тайм-коды. И там сразу, вау, круто, вау, спасибо, там, you have design, вы лучшие. Только что вы говно были, а теперь вы лучшие. Знаете, что есть тайм-коды в описании. Кстати, хотел сразу спросить у подписчиков. Я спрошу, кстати, вот это несколько раз. Возможно, есть люди, которые не слушают дизайн. Когда разработка начнется, я еще раз это спрошу, чтобы охватить всех. Так, есть ли смысл подкасты с веб-сайни на вот этот же канал выкладывать? Вдруг увеличить просмотры там туда-сюда? Пишите в комментариях, если вы юзер и хотите этого. Так, а то просто некоторые уже подписываются на наши семьи, на наших братьев-сестер. Может, вам интересно и здесь, и такой контент. Напишите. Или это будет там лишнее, перебор и так далее. А мы переходим к одной из самых громких тем этого подкаста и моей любимой. My personal favorite, если угодно. Так. Будущее приближается все ближе. 9 дизайн предсказаний на 2019. Тут суперкрутая картинка. Вообще крутая. Там чувак дзен познал. Да. Причем, знаешь, что она мне напоминает? Она мне напоминает контент из БК. В Награнде, в World of Warcraft, в БК есть кристалл Ожгрун какой-то, я точно не помню. И там вокруг него духи предков, они туда уходят, туда-сюда. На самом деле это просто корабль, на котором на Ару прилетели на Дренор. Тогда еще бывший Дренор. Ну, да. И тут просто еще стиль самой картинки. Он такой вот именно шум, вот этот, с черными точечками. Он прям стиль. Какой-то космический. Очень стильный. Как будто на потустороннем мире это происходит. Ну и, собственно, нам эта статья Chase Buckley UX. Мы уже рассматривали его статью, сколько-то, 13 предсказаний на 2017 год. А как он так перепрыгнул? Охрен его знает. Просто, чтобы вот... Вау-эффект. Хорошо. И у него эпиграф. Будущее начинается сегодня, а не завтра. Вау. Причем это, так скажем, слова папы Джона Пола II. Я не знаю, когда был такой папа, но это его цитата. Папа Римский, в смысле. Ну, вы поняли. Не его папа. Так вот. И он тут предыстория пишет. Я, говорит, сижу на одиноком астероиде, на самом дальнем уголке вселенной. И отсюда я могу видеть, как галактики, типа, мелькают, увеличиваются, разрастаются и канывают в лету. И все это такую гармонию идеальную передо мной создает. Я, говорит, в основном это все тишина. Я слышу такое легкое бормотание фоновой радиации, которая из пустоты за границей пространства и времени мне, так скажем, звук этот дает. Я, говорит, свешиваю свои ноги с края вот этого астероида и смотрю вниз. Весь космос, все передано, все, что когда-либо существовало у моих ног. На этот короткий момент я бог. И после этого я снимаю свою гарнитур. Отлично. И я, говорит, сижу не на астероиде, а в своем кресле-мешке. И, говорит, мне даже немного хреново. Это иногда происходит, когда я выхожу из своей виртуальной реальности, как будто я, как скуба-дайвер. Как будто я на батискафе, говорит, погружался и выхожу на поверхность. Я, говорит, называю это, как морская болезнь, вот у него болезнь реальность. Мне, говорит, немного дурно от перехода между временами. И это, говорит, так никогда лучше не становится, все хреново. Я, говорит, немножечко сижу, потом, хоп, прихожу в себя, собираюсь силами, встаю, иду к кухне. Достаю сойленд из холодильника. Я посмотрел, что такое сойленд, благо у него есть здесь ссылка. Это какая-то здоровая еда в Сан-Франциско. Simple, healthy, affordable food. И сойленддринк, это что-то типа молока, только хрен пойми, из чего это дерьмо сделано. Из сой, наверное, раз соя. Ах, ё-моё, я-то даже и не догадался. Вот дерьмо, похоже, он все-таки вегетарианец. Так, ну ладно. Не дай бог гей. Потому что статья просто башню сносит. Ну так вот, и все, говорит, я типа... А потом смотрю на горизонт в Сан-Франциско подо мной. Видимо, он где-то на холмах живет, я там, не знаю. Или может, он ему кажется уже всякое, он там в трущобах сраных сидит. Ну вот, да. Сойленд. Но, говорит, я, говорит, щурю немного глаза, потому что огни ночного города выглядят как раз как звезды далеких галактик. Я, говорит, не стремлюсь в них глядеться очень глубоко, потому что, как сказал Шекспир, не звезды несут нашу судьбу, а мы сами. И я, Чейз Бакли, не только хранитель своей собственной судьбы, но и судьбы миров. Вот он как пишет. Он просто, он крутой. Я, говорит, собрал список моих самых точных дизайн-предсказаний, и теперь вам их предлагаю бесплатно, без СМС-регистрации. Мне нравится вступление охрененное. То есть ты погружаешься. Сейчас он подводит, и мы вместе с вами перепишем судьбу. То есть, грубо говоря, мы настолько крутой UX сделаем после его предсказаний, и его предсказания и станут явью. И здесь непонятно же, что первично. Его предсказания или та судьба, которая нам это предала. Ну и как сказал папа Джон Пол II, будущее начинается сегодня, не завтра. Короче говоря, первое предсказание Serendipity Flashes. Вспышки Serendipity. Serendipity я гуглил, что такое, и я не помню, что это такое. Ну, короче говоря, интуитивная прозорливость. Понял, да? Отлично. Так вот, суть в том, что интуитивная прозорливость, это такая хрень, которая нам показывает важные и приятные вещи, о которых мы даже и не искали. То есть это, на самом деле, расширение концепта микровзаимодействия, только, так скажем, с точки зрения приятности. То есть нажал лайк, и написано, а тебя тоже любят, где-то кто-то тебя тоже теперь любит, и все круто, вы уникальный. И, допустим, вот есть сервис типа Medium. И ты заходишь на главную, и они тебя побуждают написать статью. Угу. Тебя любят, тебя ждут твои фанаты, там, там, читатели твоего блога. И у тебя одна только кнопка, ну, как бы, если ты 30 секунд ничего не делаешь, тебя разлогинят, естественно, все-таки по-сухому и по-скучному. Но кнопку у тебя добуду, и ты сам себя заражаешь. И вот он говорит о том, что это наша, так скажем, ответственность, именно вот доставлять такой экспириенс для юзеров любым способом, который можно, в любой форме. И говорит, это могут быть какие-то анимации около полей для логина, там, полей в формах, может быть, это картинки зомби, он здесь пишет. Хотя нет, нет, да, или нет. Неважно, в общем, он говорит о том, что именно мы, UX-дизайнеры, ответственны за то, что у юзера в голове. Угу. И мы собираемся, типа, это изменить и добавить вот такие штуки, которые нас, так скажем, пробуждают из этого виртуального ступора, virtual ступор, здесь у него так и написано. Угу. И говорит, хоть даже вот ты просто скроллишь ленту в Facebook, тебе спрашивают, блин, ты крутой, ты скроллишь ленту в Facebook, скролль дальше, там, туда-сюда. И это юзера еще больше привязывает к Facebook, он думает, что Facebook живое, он его любит, там, и так далее. Ачивку какую-нибудь, вы уже 10 постов посмотрели, посмотрите еще 20. Ну, да, не знаю, мне кажется, геймификация, она опошлит это все, но она, к сожалению, напрашивается, но мне кажется, опошлит. Ладно, посмотрим. Второй, progressive enclosure. Прогрессивное расширение, так скажем, рамок. Поясню, что он имеет в виду, прогрессивный дисклоушер, сужение рамок, я даже сейчас хочу посмотреть, как переводится, я, честно сказать, не готов ответить. Угу. Enclosure переводится приложение в смысле ограждения. Ну да, я, кстати, правильно сказал все про рамки. Так вот, и progressive disclosure говорит нам о том, что нам не нужны, типа, рамки, надо убрать все лишнее, и, грубо говоря, одна, ну, колонка посередине, там, на твиттере, ой, не на твиттере, на медиуме, и только это читаем. Вот это нас ограждают от рамок. Мы, типа, кажется нам, что мы все свободны, но на самом деле мы все равно в рамках, просто есть визуальное, так скажем, понятие, что это не так. Так вот, progressive enclosure, наоборот, нас окружает рамками и укутывает в этот сервис. То есть, грубо говоря, в твиттере теперь, ну, на твиттере, я не знаю, почему именно он твиттер приводит в пример, это, по-моему, не лучший пример. Лучший пример это фейсбук, в котором появились instant articles, как в ВК. Когда ты жмешь на ссылку, и ты не уходишь из ВК, тебе прям в ВК открывается вот эта страница со статьей, и ты в ней прям находишься. И он про твиттер говорит о том, что, хоп, у него всплывает справа, кого зафоловить? Найдите фолловеров по почте. Тренды меняются сбоку. Пока листаешь твиттер, я не знаю, как тут, ну, вот, например, на фейсбуке иногда ленту листают, и сразу хоп, а вы можете знать вот этих людей. На твиттере что-то подобное, наверное, должно быть, я просто с веб-версии не хожу, но у него прямо он вот именно про твиттер говорит, ему нравится. То есть, грубо говоря, мы должны создать такой опыт, что пользователь не то, что не покидает наш сервис, он и не хочет его покупать, его здесь укутывают одеялками со всех сторон. Это как вот этот юзер экспириенс, когда во всех фильмах, ну и в реальной жизни, ты там пережил что-то, приехала полиция, скорая, и тебе накрывают одеялком, дают теплый напиток какой-то. Это не потому, что просто там тебя жалеют и тебя реально любят, нет, это просто тебя накрывают одеялком, ты ощущаешь себя защищенным, как в утробе матери, где ты весь водой окружен. И дают теплое, чтобы ты как раз еще согрелся изнутри, и это просто психологически и физически нас успокаивает. Вот здесь то же самое, юзер успокоится, если его окружить всяким дерьмом, баннерами и сказать, что он здесь останется навечно. Третье, это, как скажем, адаптивно к подросткам, дизайн адаптивный к подросткам. Он уже говорил в своей статье про 2017, что надо прям на подростков таргетиться, потому что к 2020 году их платежеспособность достигнет 1,4 триллиона. И типа это прям супер надо, и все алгоритмы искусственного интеллекта будут... Он как должно быть, то есть, грубо говоря, все будет персонализировано, по его мнению. То есть это же предсказание, да, что именно миллениалы, они настолько эгоистичны, зациклены на себе, что им нравятся, когда какие-то типа... А вот, кстати, ну вот нас с тобой бесит, ну меня вот бесит, я не знаю, сейчас спрошу тебя, алгоритм фейсбука, который не тайм-ленту по времени показывает, а именно вот персонализировано для меня. Вот я лайкал что-то там случайно, и мне именно вот этого паблика, там, этой страницы, этого юзера показывают больше контента. Лайкал я его по утрам, мне по утрам его показывают, а по вечерам я лайкал там просто скучные новости, мне по вечерам скучные новости. Мне вот это не очень хочется, я хочу... У меня вот есть, наоборот, нужда стандартизации. Я хочу верить, что опыт у меня такой же, как у всех, и меня это успокаивает. Это как-то упорядоченно и круто. Вот как у тебя? У меня так же кажется. Мне кажется, это как-то связано с менталитетом, возможно, с русским. Почему? Потому что фейсбук все-таки начинался с американской аудитории. Западной, будем говорить. И они уже привыкли, нормально им выдают, что они лайкают, по утрам это, по вечерам другое. Ну, то есть, что просто даже башкой не думать, они как... Что им дают, то они берут. Да, и возможно, они тем самым и конверсию повышают у фейсбука. То есть, они переходят, переливаются там из одного сообщества в другое, все это фоловят и еще больше фоловят и еще больше. А вот, допустим, ВКонтакте то же самое, то есть, это русский сервис, который полностью для русских создан. Неважно, там, остальные, понятно, страны тоже, но русские в первую очередь... Из России, в смысле, я ничего не хочу сказать. Ну, русский мир, так скажем, как бы это сейчас ни звучало. Поэтому лента там полностью вот как мы хотим это видеть. То есть, на то, что мы подписались. Мы сразу, потому что нам сразу все не нравится. То, что лишнее, сразу все бесит, сразу хочется всем написать жалобу, сразу всем вот это. А фейсбук такой, как бы, типа демократичный. Ну, вот люди, которые приверженцы теории поколений, помнишь, я когда-то давно писал про поколение Y, статью у себя на вебсайне.ру, так вот, они предпочитают думать, что это не столько менталитет людей, сколько именно менталитет поколений разный. И то есть, вот именно у поколения Y есть какая-то склонность к стандартизации. Нас так воспитывали, такой был мир вокруг нас, что типовые там одежда туда-сюда. А сейчас, поскольку большие мощности, так скажем, капитализма разогнаны на полную, есть возможность каждому подростку отдельную футболку напечатать, там, с его рожей и так далее. И вот эта вся эгоистичность и зацикленность, она вот дает свои плоды. Ну и здесь именно, вот он показывает пример реклама, да? Вот видишь, толпа людей, и типа пустоты будут заполнены лицами друзей чувака. И он будет видеть настолько даже персонализированную рекламу. А реклама будет вообще там, поддержи Трампа. И типа уже твои друзья поддерживают Трампа, там, вот такой бред. То же самое про продукты, там, какие-то товары. То есть вот здесь футболка с твитами. Это настолько кастомно именно для каждого человека, и настолько это именно этим вот подросткам зайдет, что вот как-то так. Ну, слушай, они какие-то тут идеи для стартапа делают уже, точнее он. Вот он такой. Четвертый пункт, стратифицированный веб. И как бы страты, это, ну как практически в Индии касты. Тут он будет говорить о том, что веб разделится прям на несколько таких крупных сегментов. И говорит, типа вот мы, современный мир, мы типа уйдем все в виртуальную реальность. И даже Будда не знал такой нирваны, которую мы будем, типа, получать, так скажем, чувствовать. И говорит, но мы же понимаем, что на глобусе, именно он здесь глобус использует, на глобусе в некоторых местах еще даже интернета дал ко мне. И говорит, типа, просто понимание этого нам покажет, что мы, когда делаем какой-то продукт, мы будем таргетить не просто на экраны там, а прям таргетить на сегмент веба полностью отдельный там от чего-то. Слушай, если на касты разделят, мне просто интересно, мы-то высшие хоть будем? Ну, он, это ж не такой несословный признак, а сугубо по развитию инфраструктуры. А жаль, я хотел, чтобы ее вывизанил, ну ты понял. Я понял, чтобы мы были белая кость, да, золотой миллион. Так вот, и он говорит, поэтому, как бы, даже сам концепт того, как проводить свободное время у нас и у чуваков в Тимбукту, Улан-Батори, в Даке и Катманду, будет совсем другой. То есть в заброшенных достаточно цивилизаций. Ну, как бы, они даже не столько заброшены, сколько неразвитые. То есть их никто не забрасывал, они все это время там были. Их никто не развивал просто. Да, просто они неразвитые. То есть тут картинки прям досвидосные. Они вроде у них планшеты какие-то там, но у них тут тазики сразу из ничего. Да-да-да. Ну, такое. И он говорит, там даже интернет еще раздают этими вай-фай дронами. Беспилотниками. Как бы... Это, кстати, хай-течно сейчас ты сказал. Ну, хай-течно не халты. А понимаешь, какая скорость у него там на всех, если поделить. Ну, то есть... Ну, да. Оно вроде круто звучит, но на самом деле он говорит... И мы, когда будем из нашего крутого веба переходить, у нас, говорит, единственный мостик будет это пофейстаймиться с нашими, типа, пещерными предками, там, туда-сюда. Но он шутит, что... И мы должны, как бы, когда делаем продукты, повторюсь, таргетить вот именно страту уже будем. Но я вон предсказание, повторюсь. Пятый пункт. Круг Кула. Или гиперрасшариванная экономия. Экономика, точнее, простите. Он рассказывает про традицию на разных островах Папуа, Новой Гвинеи. Называется Кула Круг. И там суть в том, что каждый чувак, чем богаче чувак, тем больше у него возможностей обменяться. Он обменивается не на правах бартера, а на правах подарка ожерельем и браслетом. И за время своей жизни его ожерелье, он передается, так скажем, по рукам и доходит до него, но уже, так скажем, с крутой ценностью, потому что опыт многих людей в него вложился там и так далее. Ну, короче говоря, типа теории шести рукопожатия, только другое. Ну, почитайте, в Википедии есть статья. Ну, как бы Википедия, как самый простой источник, про Кула Круг. То есть он такой. Тогда понятно все станет. И он так говорит, к чему это говорит? О том, что в нашем веб-пространстве, и не только в веб-пространстве, такие технологии, как Airbnb, ну не технологии, феномены, я даже не знаю, как назвать, они будут все более популярными в том смысле, что уже ничего нам не будет принадлежать, мы будем так вот передавать, дарить. То есть, видимо, не просто за бабки. То есть, он говорит, важно разделить вот этот Кула Круг. А, видимо, с точки зрения науки, экономики, социологии, это довольно известный, так скажем, феномен, потому что, ну, про него даже статья на Википедии есть. То есть, как бы, а это уже показатель, да. То есть, все начнется обмениваться, как бы. То есть, я не знаю, какие еще примеры привести, привести, но, в общем, он говорит, что дизайнеры будущего будут знать, что нужно именно, как бы, ценность будет именно в таких коннекшенах, в таких связях утилитарных, не ценностных, а именно ты мне, я тебе. Ну, не меркантильный ты мне, я тебе, а я тебе, потому что хочу, и ты мне, потому что хочешь. Да, ну, информация. То есть, у нас есть проект Ювеб Дизайн, а в соседнем городе есть проект, там, Ювеб Готовка, там, ну, или просто Готовка. И они смотрят наши видосы для работы, а мы их видосы смотрим, чтобы вечером приготовить. Ну, как бы условно. То есть, вот такие будут транзакции именно между, ну, что? Я понимаю, что это. Ну, с субъектами такими. Да. Веб Ментос. Шестой пункт. И он о чем? Он говорит о том, что когда мы, типа, 23% юзеров, когда выходит из браузера, они даже не могут сказать, что они там делают. Они нихрена не помнят. Ну, это, во-первых, из-за клипового мышления, то есть у нас все уже на такие микрокусочки разбиты, что даже уже главное, ну, вроде я на Фейсбуке, да, был, скажет чувак. И он не вспомнит, там он лайкал что-то, не лайкал, просто где-то заходил, там что-то читал. И поэтому очень сложно вообще сейчас из-за типа тупых юзеров в дизайне что-то, потому что мы не знаем, что кто там посещал. И тогда юзер даже сам не знает. Из-за этого нам надо подсказывать ему. И веб-ментос, да, ментос, это веб-напоминалки, короче говоря, веб-ментос. Что заходит. И, кстати, типа, ну, как вот на магазинах. Вы смотрели такие-то там ботинки, что не хотите купить? Или там, вы 48 минут смотрели фотки. Это было круто. Здесь прям концепты есть. И больше всего вы там времени провели вот на этих. И кнопка View Highlights. Посмотрите, именно самые топовые фотки. Ну, вот такие персонализированные, опять же, кусочки, только, которые говорят, вот вы делали вот это, и они напоминают тебе об этом. И ты как-то развиваешься, как человек, видимо, в этом дело. Я не знаю. Ты запоминаешь хотя бы, что ты читаешь, что ты делаешь. Вас зовут Никита Тарасов, например. И ты как бы хотя бы помнишь, как тебя зовут, как-то, какие у тебя связи были настроены, что ты там покупал, что ты не покупал. Ну, это да, я согласен, к этому все уже движется, это уже есть такое. Ну, вот Никита Тарасов, да, судя по всему. Ну, и это именно еще говорит о том, что очень прикольно, если юзера это будет не раздражать, а именно, вау, прикольно, там, обо мне помнят, меня любят, там, и именно... Ну, это опять же к первому пункту, там, где вот эти вот были типа хвалилки, так сказать, похвалушки, я бы даже... Да, да, типа того. Седьмое дилемма Дунбара. А это, чувак, он начитанный. Я понял, он именно индуизм какой-то, или что? Хрен, нет, это вообще, это уже про, опять же, про социологию. Это нам говорит о том, что люди не могут... Ну, знаешь, как есть, типа, временная память, что мы не можем запомнить больше пяти-семи, одновременно концентрироваться на пяти-семи вещах, не более. Так. Вот здесь говорит о том, что мы не можем поддерживать больше 150 или 200 связей. То есть, после этого мы начинаем теряться, и как бы мы уже не помним, вот, знаешь, когда... Подожди, половых связей? Разных. Как половых, так и рабочих, там, и так далее. Так. То есть, после 150-200 мы уже начинаем забывать, не узнавать людей, и все уже мимо нас несется, мы уже просто рабы всего этого века цифрового. И он здесь показывает, что как бы у многих уже до хрена друзей на фейсбуке. И вот его предсказание будет о том, что мы будем опять уходить назад в то, что меньше, значит, лучше. И после 20-х начнется уже прекратиться вот эта гонка за фолловерами, и мы, наоборот, опять будем стремиться уединиться, так скажем, в уютные пространства какие-то. Если, ну, грубо говоря, если мы хотим быть на коне, как именно дизайнеры, то вот надо уже предвидеть этот тренд и как-то не концентрироваться уже на вот этом вот доминировании. У меня больше всего там юзеров, фолловеров, туда-сюда, как-то... А наоборот, у меня что-то эксклюзивное, например. То есть, это большие сообщества будут превращаться в маленькие. Ты не будешь уже сидеть на каком-нибудь большом сообществе типа МДК, ты будешь сидеть на маленьком каком-то... На маленьком Europe Design. Да, да. Мы, может быть, будем чистки устраивать в рамках этого тренда, я даже не знаю. Пик взаимодействия. И... Это... Он же нам говорил про микро-мини взаимодействие в 2017-м. Теперь он про пик взаимодействия. Он здесь приводит, к счастью, примеры. Чтобы нам не выдумывать сидеть и так далее. Первый пример про Bluetooth. Микро-взаимодействие. Нам надо спарить два девайса по Bluetooth. Микро-мини взаимодействие. Мы включаем... Переключатель. Простите за тавтологию. Нано-взаимодействие. Кнопка Bluetooth увеличивается, постоль как нажатая. Пика взаимодействия. Здесь два варианта. Кнопка Bluetooth делается в анимацию, блестит там на 1,32 секунду перед on and off. То есть, вот прям масечки, масечки, вот такие штуки. Нам надо именно на этом типа концентрироваться сейчас. Или кнопочка подпрыгивает на 2 пикселя по вертикали на 1,64 секунды. В смысле, потому что пользователь будет запоминать вот эти пиков взаимодействия, да? И если они есть, ему будет больше нравиться продукт. То есть, мы манипулируем практически пользователями, когда такое делаем. Здесь вот example 2.0. Не 2.0, просто 2. Микро-взаимодействие. Мы просто контролируем громкость, так скажем, звука. Микро-мини взаимодействие. Мы двигаем кнопку вправо, чтобы увеличить. Нано-взаимодействие. Мы просто двигаем и на один какой-то интервал. То есть, можно не flexible двигать, а по итерациям каким-то. Пика взаимодействия. Мы жмем force touch на эту кнопку на четверть секунды. И увеличивается громкость на четверть. То есть, грубо говоря, мы жмем на кнопку громкость. И как долго мы жмем, так она на столько пунктов увеличивается. Ну да, в принципе, мне кажется, force touch, это и есть уже внедрение. Пика взаимодействия. Да, это прям как нос показал взаимодействие. Или хвост. Что-то да, что-то первое. Какую-то часть тела, какую-то конечность показали взаимодействие. Ну и вот здесь еще, кроме этого, вот показывают, что много, когда громкость увеличишь, там сразу, а большая громкость может повредить ушкам. Окей. Вот это тоже такие пика взаимодействия. Нам говорят, это круто. Первое. Simulated fallibility. Короче говоря, нам нужно симулировать фейлы. Там даже Джонни Айв что-то пишет. Он пишет. Такие крутые лидеры дизайна, как Джонни Айв, Стив Джобс, Дэвид Келли, Дженнифер Альдрих и Чейз Бакли. Он себя с этими людьми список показывает. Сделали интернет настолько типа идеальным, что людей уже начинает тошнить от того, насколько все идеально. И, грубо говоря, трендом 2019 года будет некая небрежность умышленная. Где-то опечаточку оставить, где-то что-то съехало. Вот он именно, вот это его предсказание, так скажем. Ну, кстати, знаешь, почему мне сейчас очень вспомнилось, знаешь, то, что... Что же? Давно уже тренд, возможно, еще, наверное, совсем давно, может быть, меня еще и в планах, так скажем, не было, но... Никто, вот знаешь, как в университете все любили делать выравнивание по ширине. Вот сейчас никто не делает выравнивание по ширине. Все делают по левому краю. Как-то это более круто, так что у тебя небрежно строчки съезжают, а не все выровнено. И вот это уже вот некая небрежность. Шикарный пример. Я считаю, тебя надо в список туда вписать Джонни Айв, Стива Джобса и Чейз Бакли. Я вот не придумал бы. Да, это оно. То есть вот даже вот этот... Черт, дерьмо. Хотел привести пример с гамбургер-иконкой и CSS Tricks, а у них опять дизайн сменился, и я теперь не смотрел, какое у них мобильное меню. Давай сейчас вместе позвольнем. Значит, да, вот у него все именно небрежно съезжает. Вот я... Ты сузь до 320. И там меню, оно такое, так небрежно по центру отцентровано, оно как раз вот... Да. Поэтому... Тут, понимаешь, нужно грань разделять между тем, что небрежно и между тем, что хреново сделано. Ну, вот, возможно, дальше, к 2019, чем хреново, тем нам будет больше нравиться. Так, хорошо. Так что все возможно. Я прям даже ему лайк на Medium поставил за эту статью. Ну, еще последняя быстрая тема по дизайну, а то мы и так уже 40 минут, как водится, на дизайне сидим. Sydney Opera House сделал ребрендинг. Вау, на Creative Market. Ты помнишь, да, что это такое? Да, это знаменитый театр сиднейский, который... Ну, короче, он прям на эмблемах чуть ли не... Ну, короче, он много где используется. Короче, когда ты говоришь Австралию, ты вспоминаешь... Да. То есть я вот сейчас из Википедии, опять же, картинку открываю. Ну, и там такая штуковина, прям, ну, монументальная. На наш торговый центр, конечно, похож. Ну, я думаю, там архитектор один и тот же, примерно. Возможно, да. Или кто-то кем-то вдохновлялся. Возможно, они нашим. У них еще шрифт обновили. Само шрифт и логотип. Шрифт теперь стал такой геометрический и объемный. Как бы показывая, что само здание геометрическое и объемное. И вот этот логотипчик на черном фоне, такие, типа, треугольнички. И мне здесь показали, ну, здесь написано в статье, что это типа паруса. Я-то вот не догадался бы, что это типа паруса. Ну, наверное, это еще задумывал сам архитектор, когда делал. Да, то есть очевидно, что это и у здания тоже такой же посыл. То есть не только у логотипа. Но я прям, я не ожидал, мне понравилось. Ну, и здесь просто сказано, нравится, не нравится. 85% в том числе мне понравилось. То есть как бы так свежо, прикольно. Здесь, кстати, внизу демонстрация шрифта, и там-то по ширине отцентровано. Да. Там нижний, вот дерьмо, к 2019-му надо меняться, чуваки, это не круто. Мне прям хреново от того, что у вас там висяк такой снизу расширен. Да. Вот, вот, а здесь, кстати, есть даже не мокапы, я чуть-чуть еще ворвусь в последний вагон, а какая-то фотография из перехода, где идет телочка, и там вывески. Сидни и балет, театральные танцы. А театральные танцы и балеты, это разные, да, вещи у них? Comedy Music и Opera House. Opera, я напоминаю, еще по-по-правильному это говорить. Причем именно на плакате Opera House логотипчик еще в правом верхнем углу. Да, да. Ну, тетю. Ну, вот так что вот так. Пишите в комментариях, как вам этот редизайн, а мы переходим к следующему блоку. Я уже даже не знаю, как его называть. Он называется у нас Бабки. Ну, тут уже и не про бабки даже, а просто про всякое. Просто про всякое. Я просто хочу, опять же, вернуться к дизайну, мы никак его не можем закончить. Ты вот, говоришь, почитал Чейса Бакли, еще другие статьи, он, в принципе, так круто пишет, кроме этой статьи. Вообще все. Да, прям вот как Аладдин, неограненный алмаз UX дизайна. Вот это все про Чейса Бакли. Согласен. Значит, первая статья из раздела Бабки, она про Firefox OS. Это скорее про то, как бабки падают и улетают. Про отсутствие денег, я понимаю, да. Да. Статья на дискурс mozilla.community.org, ты оторыл ее. Но, но, мы нашли ее и на русском. Я сейчас ее открою. Мы нашли ее на отличном сайте, который называется что-то типа opennet.ru или точка что-то там. Opennews.ru, нет, opennet.ru, да. Slash opennews. Я просто опять вернусь к Mozilla, попробую там проскролить. У них этот заголовок, хоп, в менюшечку уходит. Да. И из менюшечки пропадает sign up. Если ты, дескать, уже проскролил, то зарегаться, видимо, ты уже не хочешь. Офигеть, офигеть. Ну и гамбургер меню у них есть. Ну, кстати, да. Ладно. Отлично. Короче, в статье рассказывается про то, что опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов. Мы, по-любому, все знаем, что Firefox OS была сделана для мобил достаточно давно. И там уже аж 2,6 версии. Представляешь? Охренеть. Охренеть. Так вот, проект Mozilla довел до разработчиков ряд решений, связанных с прекращением разработки Firefox OS для смартфонов. И тут понимаешь, в чем суть? Они сразу предупредили чуваков на андроиде. Это будет дальше. Так вот, последним выпуском для смартфонов станет Firefox OS 2.6, запланирован на май 2016 года. То есть, еще он выйдет. 2.6. После чего задействованный в разработке персонал будет переключен на решение других задач. Вот я считаю, когда вот так вот, когда уже все, персонал убирают с этого проекта, это все значит. Несмотря на то, что написано, разработка будет продолжена для сетевых потребительских устройств, таких как умные телевизоры и устройства, относящиеся к категории интернет вещей. Ну, я так понимаю, что то, что приносят бабки, ладно, оставим. Давай, телевизоры нормально еще идут. А вот мобилы уже, видимо, никак. Так, ну, давай только, ну, конечно, оставим, но если персонал будет переключен на других решений, другие задачи, что они оставят-то? То есть, это такое. Ну, я согласен. Там, возможно, даже удалят проекты прямо. Ну, да. В настоящее время ведется работа по формированию прототипов новых продуктов на базе Firefox OS. То есть, они, опять же, как Яндекс отмазываются. Мы это будем использовать. То есть, мы не просто так просрали бабло, просрали время, просрали людей, да? Нет, мы будем как-то использовать код. В течение первой половины 2016 года процесс разработки данных проектов будет раскрыт для широкой публики. То есть, возможно, open source делают в Firefox OS. Ну, я думаю, раскрыто для широкой публики означает просто расскажут. Ага. Но, может быть, и open source, на хрен его знает. Ну, в общем, да, на Smart TV Firefox OS есть, вот. И значительные изменения ожидают магазин-каталог приложений Firefox Marketplace. С 29 марта уже нельзя будет выкладывать приложения на Android. Для Android. Рабочих столов и планшетов, так как они потеряли смысл после удаления из Firefox компонентов Web Runtime. То есть, они там уже код свой правят, короче, походу. Ну, WebRT, это, знаешь, когда просто встроено веб-приложение в нативную обертку. Вот они это убрали, и, соответственно, большинство у них уже не будет работать. Да. В дальнейшем все не связанные с Firefox OS приложения будут удалены из Firefox Marketplace. То есть, даже скачать не забыли. Они тренд 2019-го начали Disclosure Progressive. Нет, не этот. Ну, короче, где убрать все лишнее по кому-то там... Да, да. Вместе с Firefox OS тоже, тоже лишнее. Скорее всего, да. Вот, ну, собственно, и программа FoxFooding. И вот сейчас очень важно, очень важно. FoxFooding. Я такой, блин, хочется узнать, что это такое. Загугливаю. Попадаю на их Twitter, FoxFooding. И там просто 300 читателей этого проекта. Захожу на GitHub FoxFooding, вообще не понимаю, о чем там. Просто выхожу. То есть, маркетинг у Firefox худший. Вот это просто худший маркетинг, который может быть у разработчиков браузеров, разработчиков операционных систем. Вот, да. Вот я считаю. Ну, блин, ты же понимаешь, это же мы их же бабки пропадают, не наши с тобой. Я согласен. Поэтому, ну, худшие и худшие, ради бога. Мы за их деньги любой вопрос, так скажем. Да, ну, напишите в комментариях, если вы интересовались в Firefox OS. А мы переходим к следующей. Я просто точно помню, что в комментариях кто-то нам писал, практически, расскажите еще про Firefox OS. А мы парой слов в этом подкасте обменивались уже по этому поводу. Ладно, переходим дальше. А мы, собственно, рассказали, да. Да, следующая статья в бабках про Android N. Android N. Настоящая статья, так скажем, настоящему верить. Она с theverse.com. Но на theverse.com там, как бы, чувак видео снял, как это круто, как он пользуется Android N и бла-бла-бла, и как это хреново в каком-то пункте. Есть краши, но их не так много, как вы думаете. Вот это хреново я тут у него. Да, и у нас есть статья на русском тоже с mobile-review.com просто обзор Android N. И у нас есть проблемы Android N. Вот сейчас мы их и зачитаем. Мы как бы, как любители Apple, мы можем только про проблемы Android N зачитать. Про плюсы мы не будем. Ну, потому что это превью-версия. Они, скорее всего, просрут все плюсы в релизе. Да, на прошлой неделе компания Google выпустила предварительную версию Android N, то есть предварительно. Установить ее очень легко, достаточно иметь совместимый смартфон или планшет и вступить в программу Android Beta. Я так понимаю, каждый, кому не лень, может вступить в Android Beta. И с этим сразу проблема. Основная сложность у новичков возникает при попытке вернуться на Android 5.x какой-нибудь, или 6. Многие пользователи не умеют вручную прошивать операционную систему или забывают предварительно разблокировать загрузчик, из-за чего их устройство перестает функционировать и превращаться в кирпичи. Назвался бетой, полезай в кирпичи. В этом случае восстановить смартфон могут только люди, которые имеют опыт по перепрошивке электроники. То есть тебе нужно будет приходить к пацану, который уже в костюме Android сидит. Причем в этом костюме у него вшиты батареи запасные, скорее всего, куда-нибудь в карбон. Да, да, да. Вот. Вот, Android N Developer Preview, экспериментальная операционная система, финальный релиз Android N, по словам Google, состоится этим летом. То есть, в принципе, бетка-то достаточно такая, сырая. Ну вот, такая новость про Android N. Кому надо почитать полное ревью, там, посмотрите, у нас будут ссылки. А будут ли? А где у нас будут ссылки? Ну, я думаю, в описании. Ну, и понятно, с Devirge будет. Здесь еще Android Central источник на iGuide. И там мне хочется просто посмотреть, полная или неполная статья. Нет, там тоже неполная. Ладно, пусть будет. Найдете, короче. Найдете, короче, мы про Android N. Так, ты здесь упомянул, что мы любители Apple. Давай как-то перейдем к Apple. Перейдем к Apple. Перейдем к Apple. Этот факт, да. Следующая новость. А, вот это супер про бабки. Ивент 21 марта у Apple. То есть, обычный их ивент весной, который происходит. У нас единственная ссылка лежит. Хотя, я так понимаю, у тебя будет еще какая-то ссылка поясняющая. Типа с MacRumor или с чего-то. Да, я ее даже открою, мы ее даже обсудим. Это не то, что у меня, это у нас будет. Да, но вот эта конкретно ссылка с Apple.com, она тоже много в себе несет информации. Здесь просто написано. Let us loop you in. Чуваки, давай. Мы как бы представляем вам хрень, которая будет в марте 21-го. Позвольте вас залупить, я бы это так сказал. Да. В 10 am PDT to watch the keynote live. Суть в чем? Во-первых, вы можете посмотреть презентацию только со своего Apple девайса. Я вам напомню это. Поэтому у всех, у кого есть, допустим, какие-нибудь сраные айподы первого поколения, вы тоже можете посмотреть. Насчет первого поколения не факт, потому что Safari on iOS 7 later. Так что сраные не подойдут, надо несраные все это. Хорошо, на своих несраных, хороших девайсах, на своих 6s розовых, золотых. Кроме этого, я тебя у этого обрадую. On a PC with Microsoft Edge on Windows 10. Воу. То есть, ты хочешь сказать, что я смогу на своей Windows 10 машине... Да, я прям... Праздник приходит в наши компьютеры. Кроме этого, ты можешь нажать на Monday 21, add to your календарь, и в свой, естественно, календарь крутой на дорогом девайсе... Не буду. Да, на крутом девайсе добавить эту хрень, чтобы не забыть. Мы что подумали? Мы что подумали? На MacRumor это же будет, да, по-моему, если сейчас я открою? Там будет... Там написано, что будет. Там кратенько, и мы можем открыть подробные, так скажем, разборы каких-то этих. Но мы, наверное, не будем. Мы кратенько. Я просто их читнул чуть-чуть. Поэтому я скажу, так скажем, на словах, а вы, уважаемые зрители, видите, а слушатели, просто поверьте, что... Мы, кстати, про вас не забываем, что на MacRumor справа есть раздел Upcoming, в котором вы можете про все эти девайсы, которые будут представлены, скорее всего, возможно, читнуть более подробно. То есть, я так понимаю, Apple все равно пока ничего не раскрывает, они не говорят, что у нас будут там маки с виброусилителем чего-нибудь там? С виброгасителем, как теннисные ракетки у нас будут. Они пока ничего не раскрывают, но есть уже предположения от проверенных источников. Как обычно, в баре украли телефон, iPad. Китайцы-производители. Да, китайцы-производители. То есть, давай, расскажи нам, что там, что кого по девайсам. Ну, Никита сказал, что я расскажу, я поэтому рассказываю. Во-первых, ожидается, как обычно, по весне новый iPad. То есть, планшет от компьютеров Apple. Да, 9,7 дюймов, то есть, стандартного форм-фактора ожидается. Потому что iPad mini, я так понимаю, вместе с айфонами обычно в этот, по осени. А iPad Pro? Охрен, я не помню. Кажется, он вообще зимой. Кажется, его больше не будут выпускать. Да, не знаю. Ну, и кроме этого, ожидают новый 4-дюймовый айфон. Продолжатель традиции 5S и 5C. Так. Это для бичей, да? Ну, он бюджетный. Я не знаю, как SE расшифровывается. Супер эксклюзив. Ну, как бы, я правда не знаю. Но бюджетный, короче. Он будет как 5S, только чуть-чуть с новым железом. А именно этим A9 чипом и NFC. Можно будет им тоже расплачиваться. Чтобы даже с бичей бабки брать, короче говоря. Так, отлично. А, ну и камера чуть-чуть получше. Это слухи. Мы пока не знаем точно, что там как. Но предпочитаю думать, что Force Touch, точнее 3D Touch. Force Touch это на компьютерах. 3D Touch. Оставят только фичей 6S. То есть, чтобы и все еще их продажи как-то профорсить. Потому что иначе все бичи уйдут. Я вот очень хочу именно Force Touch попробовать. Тьфу, нахрен. 3D Touch. Потому что... Да ты и Force Touch по не хочешь. Но я, к сожалению, да. Потому что пика взаимодействия. Так. А вот не смогу, скорее всего. Придется семерку ждать. Да. Короче говоря, iPad новый, скорее всего, просто чуть-чуть догонит iPad Pro. Будет тоже 4 динамика. Смарт-коннектор для всяких Apple Pencil'ов, зарядки и так далее. Возможно, это будет первый iPad со вспышкой. Вспышки не было еще в iPad ни разу. Хотя, казалось, что там добавить пару диодов. Угу. Apple также планирует новые браслетики для часов. А, ну это понятно. Как всегда. Очевидно, скорее всего, будет нейлоновый. Угу. И черная миланская петля. Я сейчас открыл на новость отдельную. Мне он больше всего нравится. Он хай-течный, который на магнитике такой в мелкую сеточку. Вспоминай. Угу. Да-да-да. Вот будет теперь черный под черные часы. Под черный смокинг, я думаю. Да, ну и под черный смокинг, естественно. В чем же их еще-то носить? Ну, как обычно, там, подписывайтесь на MacRumors, там, читайте нас, бла-бла-бла. Здесь сбоку, повторю, для зрителей и для слушателей есть секция Upcoming, в которой можно посмотреть. И фичи iOS 9.3, которая ожидается осенью. Там, возможно, переход в ночной режим для, ну и там, для стандартных... Там смешная гифка самая первая, просто проскроюли в комментах. Где имя... А, понял, ну-ка. Да, там смешно, там Тим Кук радуется. It's happening. Да, это круто. Вот, дальше идем... Дальше идем по новостям. Как бы мы от Apple переходим тоже к Apple, но больше к Oculus и больше к обсеранию Apple, на самом деле. Так вот, основатель Oculus, мы начнем поддерживать Mac, когда Apple создаст нормальный компьютер. Пишет. Слушай, говорит основатель Oculus. Я напомню вам, что Oculus, это, собственно, та самая виртуальная реальность, которая сейчас все грезит и думает, что вот сколько раз скоро будет, будем забудемся в виртуальной реальности. Так. Так вот, Palmer Lucky, с надпроекта Oculus, именно это и говорит, что если Apple создаст нормальный компьютер, тогда я буду поддерживать. Это высказывание можно сравнить со звонкой пощечиной всем, кто радовал за поддержку работы нового VR-шлема на яблочной продукции. Ну, собственно, вот он и говорит, что... Да, как бы, для VR-шлема, собственно. Нужны нормальные мощности компьютерные. Он пишет, что технологии весьма прожорливые, как в плане оперативной, так и видеопамяти, так и в плане нагрузки на центральные процы. Ух ты. А как бы, мы все знаем, что даже самый топовый какой-нибудь компьютер, Mac Pro, вот эти вот мусорки. Так. Они могут иметь хреновые процы, например, AMD Fire Pro... Нет, это видяхи. А, да. ГПУ. Именно видяхи у них типа просаживаются. А для VR-а-то нам нужно там GTX 970, как минимум. Да, чтобы нормально рендерить это все. Вот. Поэтому он говорит, ну, как бы такое. Обычно это все ориентировано на геймерскую аудиторию. И шлемы создавались с учетом того, что у конечного потребителя будет мощная игровая конфигурация оборудования. Вот. Давай так. Мне кажется, большинство чуваков, которые на студиях монтируют видосы на мусорках, мне скажут, да не очень-то и хотелось, пошли вы в жопу. Я думаю, что, во-первых, им не очень хотелось. Во-вторых, Apple'а мне очень хотелось. Они забили вообще. Они с этого деньги практически никакие не имеют. Ну, может быть, они добавят теперь геймерские конфигурации в Mac Pro. Но только геймер не будет это покупать. Он лучше на остатки от Windows PC и на разницу еще накупит каких-нибудь гарнитур, затычек в жопу и прочих там Steam-брендированных. Да. Как бы это настолько две разные реальности, что я даже не знаю. Но тут должна быть какая-то инициатива со стороны Apple. Маггеймер должны просто сделать и все. Или они должны свою виртуальную реальность сделать, только которая на Mac'ах работает. Да, потому что здесь Palmer, он убеждает, Palmer лайки. Фу, убеждает. У, как это сказать, упрекает Apple. Продукция же Apple вычислительными мощностями машин никогда не блистала, выходила вперед исключительно за счет оптимизации по маркетингу и пиара. То есть он еще и... То есть он оптимизацию называет минусом. Вот возможно Apple сделает свой оптимизированный VR, который будет именно круто работать и... Но только на твоем Mac. Ну да, да. Но зато вот, чтобы ты оставался в рамках инфраструктуры OS X и Mac'ов. Отлично. Переходим в рубрику разработка и... Что, сильно погружаемся? На батискафе, как там писал чувак? Да, на батискафе. Попробуем не сильно глубоко, потому что тут и темы-то такие. Скорее всего, за главной темой подкаста будет не разработка в этот раз, а я знаю, что. Ну так вот. И тема называется... А вы знаете вот эти 8 HTML5 тегов? Ну-ка. Кстати, для вновь подключившихся, если вы вдруг слушаете и смотрите только разработку, я еще раз задам вопрос. Хотите ли вы видеть на UwebDesign канале мои личные подкасты или не хотите? Пишите в комментариях. Как веб-разработчик, скорее всего, вы уже знаете такие HTML5 теги, как артикл, хедер и футер. Они уже довольно распространены. Но есть и такие, которые вы, скорее всего, не знаете, нам говорит автор. А автор он Саймон Кодрингтон. Так. 1 марта он писал 99 плюс лайков уже эта статья набрала. Мне нравится, когда на сторонних сайтах внедрены собственные системы лайков. Это как-то прикольно. Хотя хотелось бы, опять же, унификации, чтобы это были какие-то нативные WordPress-овские лайки. Это было бы круче. Ладно, неважно. Первый тег Mark, чтобы просто что-нибудь выделить. Обычно стандартный стиль этого желтеньким выделить. Можешь сразу до примера проскроллить. Можно как-то более, как-то сказать, интересненько выделить, может быть. Но семантически это просто выделение о том, что круто. Его обычно спанами заменяют. Какой-нибудь спан Red или спан Highlight. А вот тут будет просто Mark и почему бы и нет. То есть, ну... Ну, я думаю, уже все браузеры поддерживают. Здесь как бы про поддержку не очень написано. Но я думаю, вот Mark уже поддерживается везде. Меньшая важность с помощью тега Small. Ну, вот я думаю, большинство верстальщиков, они знают все эти теги просто по дефолтным стилям в Normalize CSS, например. Или по дефолтным стилям в темах... А разработчики WordPress знают по дефолтным стилям в темах типа Underscore S. Точнее, в темах типа 2015 все-таки. Underscore S-то там базовая стилизация, то есть никакой лишней. Там есть именно, так скажем, сбросы стилей. И для этих тегов я вот знаю их. Вот Small используют для пониженной важности. Есть много параграфов, и в них что-то хоп и Small. В данном примере 6599 без учета налогов. Просто вот и без учета налогов написано маленьким. Ну, их обычно и по шрифту они меньше становятся, но и семантически для броузеров оно имеет меньшее значение. Его не так круто индексируют, так скажем. Цитаты с помощью тегов Q и BlockQuote. Часто очень цитаты оборачиваются в дифф класса Quote, например. Семантически это неверно, лучше использовать Q и BlockQuote. В чем же их различие? Q для мелких цитат, типа просто там, вот как у Чейса Бакли, в самом начале будущее начинается сегодня, а не завтра. Вот это было бы Q. То есть это просто микроцитатка такая, и все, черт, я статью потерял. Так вот, а BlockQuote это когда прям развернутая цитата с автором. Там вот обычно автор еще в теге сити, сайт, я не знаю, как правильно произносится, но сайт, да. То есть большая какой-то эпиграф, прям со ссылкой даже. Есть атрибут сайт у BlockQuote, чтобы можно было именно ссылку оставить. Здесь есть везде еще и ссылки на V3C спецификации именно. То есть если вы хотите более глубоко про что-то конкретно прочитать, статья на сайтпойнте вам в этом поможет. Мы здесь галопом по Европам пробегаемся. Теги ins, del и s. Они показывают нам добавление, удаление или неактуальный контент. То есть грубо говоря, если мы хотим оставить что-то в контенте, но показать, что мы это добавили чуть позже. Вот, например, самый практичный пример это change log. То есть изначально мы писали одно, а потом мы инсертами добавляем. А в версии 1.0.1 добавилось это, 1.0.2 то-то и так далее. Здесь вот я для зрителей показываю, что оборачивается. Опять же, есть атрибуты сайт и timestamp. Сайт это кто автор или даже отношение. Там вот просто, ну, опять же, ссылка на более подробный change log. Короче, и timestamp это когда появилось. Del это то же самое. У него есть атрибут date time, когда уже мы удалили это. Но все равно оставляем в контенте для того, чтобы, ну, видеть историю, грубо говоря. И здесь важно понять разницу между тегом Del и S. У тега S есть не только... У него нету date time, у него есть атрибут site, который показывает, почему контент не актуален. То есть в контенте Del он не то, что не актуален, а мы вычеркиваем. То есть если говорить о списке покупок, то мы вычеркиваем морковь. Не то, что морковь не актуальна, потому что, как бы, мы перестали жрать морковь. А просто мы ее уже купили. И все, это не нужно. А не актуально это именно, допустим, там, релиз WordPress 4.4 назывался Bobby Brown. И зачеркнуто Clifford Brown. То есть просто взяли, изменили. Но опять же в целях Legacy, в целях того, чтобы знать, как было, мы это оставляем. И вот я об этом подумал. Какой более подробный пример привести? Вот, допустим, на сайте IMDb, в Матрице, в режиссерах, там было написано Ларри Вачовский. И теперь это в теге S должно быть зачеркнуто, как неактуальная информация, и подписано Лана Вачовский. Отлично. И, кстати, Никита, слышал, что второй брат тоже пол сменил. Теперь он не Энди Вачовский, а Лили Вачовский. Ну это да. И мы какую-то шутку с тобой заготовили на это. Ну ты сказал уже про зачеркивание, да. Нет, просто что ты должен сказать, что она не может просто все попробовать хотя бы. А, ну да, кстати, да. И я говорю, лучше попробовали снять какой-нибудь фильм получше, чем Восхождение Юпитера. Ну да. Хотя, честно скажу, он мне и понравился, просто он нишевый. Он не фильм ААА класса, если угодно. Ну да, никак, смотрите. Такой, да, мелкий фильм. Мне он просто из-за Милы Кунису понравился, она круто сыграла. Организуем, ну короче говоря, есть тег Opt Group, который применяется для того, чтобы сгруппировать опшены внутри селектов. Говорит само за себя, здесь есть пример с CodePen, видишь там заголовочки такие чуть-чуть, чтобы сгруппировать. Очень круто, в Safari поддерживается. Есть атрибут Disabled, можно для Opt Group применить, и он для всего группа станет Disabled. Обрати внимание, на втором примере, West Coast Australia, выбрать нельзя, он весь Disabled. Так. Есть еще Data List. Тег им оборачивают именно опшены, которые потом в какой-нибудь Input вставляют. Вот смотри разметку. Input Type URL Name Favorite Sites, ID Favorite Sites, List Site List. И вот этот лист, Site List, он относится с тегом Data List, с ID-шником Site List. То есть они вот так по ID-шнику соединены. И мы можем, грубо говоря, выбрать здесь ссылку из вот этих трех. В Safari не работает, поэтому я эту статью сейчас открою в Chrome. К сожалению, не работает, уж меня. Как бы... Я просто... Почему? Да, я когда в начале этого обсуждения... А, у меня, кстати, она даже здесь уже открыта. Говорил о том, что поддержка браузерами вроде есть, потому что я знал, что у чего-то и нет. И здесь в Chrome просто такая маленькая черная стрелочка, и реально есть выбор ссылок прям. Вот ты, наверное, уже это и видишь. То есть вот... Вот так вот. Я даже... Все до этого про Opt Group я даже слышал. Про Data List не слышал. Видимо, потому что в Safari не поддерживается. Я в своем собственном Apple-мерке живу, и вот да. Ну, здесь просто сказано, что хотите быть семантическим в итоге, будьте семантическим во всем. И вот знайте эти HTML-теги в том числе. Переходим к следующей статье. HTTP2, готовимся к переходу. С блога компании Selectel на Хабр-Хабре. Я, правда, не знаю, что эта компания делает. Я даже сейчас не поленюсь и зайду. Охрена лысого. Тут, а, нет, вот есть профиль. Аппарат на обеспечении. Один из крупнейших операторов услуг дата-центров в России. Охренеть. То есть это... Это не хрена собачьи. Чуваки, которые держат сервера. То есть они-то не по-насучке знают про HTTP2. Про его плюсы-минусы. И про возможность внедрения уже сейчас. Ну-ка, интересно. Как бы это двусмысленно не звучало. Сейчас в свитерах все парни напряглись. Они сигарету затушили. Правда, сразу новую подожгли, скорее всего. Потому что эти парни обычно курят без перерыва. Так. Так вот. Немножечко фактуры. В прошлом году в мире сетевых технологий произошло очень важное событие. Была утверждена и стандартизирована новая версия протокола HTTP и HTTP2. Она уже поддерживается в популярных веб-серверах Apache и Nginx. Идет работа по внедрению в Ease. Это майкрософтский веб-сервер, кто не знает. Реализована поддержкой в большинстве современных браузеров. Я бы хотел посмотреть. Я даже сейчас попрошу тебя, пока я рассказываю, посмотреть статистику по поддержке HTTP2 в браузерах. Есть в Safari или нет? Мне просто, опять же, только этот вопрос интересует. А я пока продолжу. На середину 2015 года процент сайтов, перешедших на HTTP2, был всего 0,4%. Сейчас же на январь 2016 статья от 1 марта, но статистика пока только на январь 2016, с 0,4% до 6,5%. То есть, получается, в 13 раз увеличилось. А я тебе в чат чек скину, как бы в наш чатик. Просто откроешь, и там все будет понятно. Давай, давай. Открываем сразу же. Прямо прервем. А, на Can I Use даже есть. Да, в Safari поддерживается partial support. Только по HTTPS поддерживает. И только на OS X 10.11. В том смысле, что, видимо, только на Safari 9. Да. Ну, уже, уже хорошо. С учетом того, что это было еще в 2015-м, в июне. Опять же, большинство уже, так скажем... Кстати, в Edge поддерживается только partial. Да, кстати. Только на Windows 10 и тоже по HTTPS. Смотри, Windows 10, то есть, это не просто переписанная Windows, так скажем. А это именно... Это что-то новое. Это прям, да, это кардинально. Причем здесь почему-то не Edge, а и Е11 значится. Неужели он есть, как и Е11? Ладно, неважно. В опере мини поддерживается главное. В опере 35 лет. В андроид браузере не поддерживается. А, не в опере мини, а в опере мобайл. А это две разные вещи. Да, в андроид браузере нет. Ну, понимаешь, я думаю, на андроиде уже везде предустановлен именно хром. Ну да. На iOS тоже в 9.2. Но мы сейчас смотрим это все для общего развития, потому что, внимание, это не страшно. У них есть обратная совместимость, поэтому на HTTP 1 также будет работать. Вопрос просто в том, что методы оптимизации для этого чуть-чуть различны. Ну, сейчас, во-первых, про основы нововведения. Мультиплексирование – это самое главное. Теперь есть несколько TCP-соединений для каждого asset. То есть нам не нужно больше объединять все в один файл, чтобы его загрузить быстрее, потому что у нас и мелкие несколько файлов будут параллельно грузиться, а не последовательно. Кроме этого, есть приоритизация. То есть очевидно, что если там какой-то JavaScript файл, то он будет грузиться медленнее, чем картинки. В последнюю, точнее, очередь. Я, правда, не знаю, как управлять этими приоритетами, но каким-то образом браузер будет просить с сервера загружать определенные элементы. Может быть, будет потом уже какие-то варианты именно оптимизации. Зажимаются также HTTP-заголовки. Короче говоря, все меньше, все параллельно, все безопаснее и круче. Базовая настройка, на самом деле, очень простая. То есть в Nginx просто дописать HTTP 2. В Listen порт, в Listen 443 SSL. Но надо, естественно, Nginx 1.9.5 и выше. То есть на нашем 1.8.1, к которому мы все привыкли и любим, этого нет. В Apache тоже просто в протокол добавить H2C. Для HTTP и H2 для HTTPS тоже в версиях 2.4.17 и выше. Подожди, а наш хостинг любимый предоставляет? На ВПСке ты можешь хоть хрен собачий себе предоставить, а на шарит хостинги не готов ответить? Я думаю, нет. Понятно. Да и, понимаешь, на шарит хостинге... Там просто, возможно, медленно так будет, что даже HTTP 2 не поможет. Не то, чтобы мы антирекламой сейчас занимаемся, просто ВПС решения, они же для настоящих веб-профессионалов. К вопросу об оптимизации. Теперь не так критично будет объединять изображения в спрайты, а, возможно, даже хуже будет. Потому что теперь нам не нужно на каждой странице большой спрайт грузить, просто из-за того, что он один, чтобы сэкономить на HTTP запросах. Теперь можно и мелкие грузить, и экономить на размерах, если вдруг нам не на всех страницах нужны все изображения. Но, опять же, в некоторых вариантах спрайты могут лучше сжиматься. Ну, тут это уже, знаешь, охота за килобайтами такая, как охота на ведьм, поэтому хрен бы с ним. Встраивание изображения с помощью .data.uri, то есть, когда мы именно SVG-шку встраиваем в такую длинную строку, закодированную в B64. Теперь это хуже будет, скорее всего, потому что нет смысла. Скорее, быстрее загрузится маленькая SVG-шка, чем длинный CSS-файл в HTTP 2. Ну, про складывание все в один файл тоже я уже говорил. Про доменное шардирование, простите за ругательное слово, это когда мы делаем вручную несколько доменов, типа CDN, UwebDesign.ru, CDN2, UwebDesign.ru, и с нескольких доменов одновременно грузим картинки. Это мы эмулируем как раз параллелизацию. Потому что для каждого домена будет открыт HTTP-запрос в HTTP 1.1. Но в HTTP 2 уже это не нужно, потому что и так все параллельно. Поэтому шардирование лучше убрать, и скорее это только хуже будет. Теперь, когда же переходить? Ну, переходить можно уже сейчас, потому что... А, кстати, здесь написано, что поддержка реализована в последних версиях. Вот тех-то, тех-то браузер. Повторюсь, оно обратно совместимо. То есть, может быть, как-то, конечно, напишите в комментариях, если есть подводные камни, я их пока не увидел. Но вот хрен его знает. Можете уже сейчас принять меры по оптимизации хотя бы, уже не конкатенировать в один файл. Хотя для нынешних HTTP 1 клиентов, может быть, опять... Ну, вы должны лавировать, лавировать и вылавировать. Потому что иначе будет плохой экспириенс у ваших юзеров. Я даже не знаю, будем ли мы рассматривать тему, чем плохо быть фуллстэк-разработчиком. Потому что это говорит само за себя. Но, в общем, мы уже, кажется, рассказывали, что значит быть фуллстэк-разработчиком, и что это миф. Что надо знать столько много всего, что настоящих фуллстэк-разработчиков, именно хрестоматийных, и именно в, так скажем, теоретическом плане, их не бывает. То есть, я поясню, фуллстэк-разработчик, это значит и фронтенд, и бэкэнд знать. Так хорошо, чтобы ты быть профессионал. А еще лучше и дизайн, и администрирование серверов, и маркетинг, и продвижение, и всякий досвидос. Да. Ну, так вот, очевидные минусы. В каждой отдельной области вы хуже, чем узкий специалист. Кажется очевидным, но поясню. Если вы потратили 6 лет на одну технологию, то с очевидностью ваше знание будет больше, чем у человека, который 6 лет занимался несколькими. Вам сложнее продвигаться глубже, потому что у вас всегда сильная нагрузка, на вас, грубо говоря, и то, и то, и другое вешают, и вам, у вас и физически времени нет на чем-то одном сконцентрироваться и стать хорошим веб-профессионалом. Так. Так вот, у вас больше вероятность перегрузки задачами. Опять же, то есть, на вас просто накидывают больше, и менеджмент будет думать, что мелкие задачи справятся, но вот это переключение контекстов, оно на самом деле очень критично, психологически, и поэтому может быть хреново. Поэтому лучше не представляйтесь, фуллстэк-разработчикам. Вас сложно заменить. Кому-то это может показаться плюсом, вас сложно уволить, вас любят и ценят. Но обратная сторона медали, невозможность передачи задач, звонки в любое время суток, проблемы с уходом в отпуск, сложности при попытке заняться чем-то другим. Ну да. То есть, вы бы рады уже углубиться только в WordPress, в бэкэнд, а на вас все еще и сжатие там каких-нибудь SVG в один спрайт и так далее, и прочий фронт-энд досвидост. У вас нет четкой зоны ответственности. Ну тут опять же и плюс и минус. То есть, вас за все дрючат. О, дайте ему, он разберется. То же самое. То есть, тут много об одном. Вы не знаете всех наборов библиотек. Я даже, честно сказать, не понимаю, почему не знаете. Как раз наоборот, вроде должны знать. Ну ладно. Вы не успеваете за всеми тенденциями. А, ну, то есть, в смысле, ты настолько много всего делаешь, и ты погрязаешь в рутине, что даже не можешь опять же углубиться. Ну, понятно. Вы не всегда пишите оптимальный код, потому что от вас требует много, и ну, понятно. Вы часто поглядываете в мануалы. Я не знаю, в чем это минус. Это как бы, ну, это вроде не порог, поглядывать в мануалы. Я понимаю, что если ты на чем-то одном концентрирован, то ты уже выучиваешь это, не поглядываешь в мануалы, и у тебя продуктивность растет, потому что ты вкладки даже не переключаешь, банально. То есть, ну, вот, да. Вы можете начать завидовать зарплате узких специалистов. Вот он, минус, да? Да, хорошо. Минусы в трудоустройстве. Вас будут звать работать по случайным ключевым словам в резюме. Но это как раз ко всем тем шуткам, что требуется фуллстек-разработчик, и вообще все перечислено просто, и все. Вам не верят. Да, вот такая смешная реальная проблема. Если вы указали в резюме слишком много, вам просто не поверят. Хотя потребуют, чтобы вы это знали, но не поверят. То есть, тут, ну, как бы, это все понятно. Теперь какие же есть плюсы? Есть плюсы, если вдруг вы... Я объединю все в один плюс. Если вдруг вы решите, наконец, уйти в узкое русло, у вас будет больше возможностей это сделать, потому что вы будете знать обо всем по чуть-чуть, вы будете, грубо говоря, иметь представление о том, куда же все-таки углубиться, и где будет круче. Вам проще расти в тимлида или архитектора. То есть, вы сможете именно стать не узким специалистом в разработке, а узким специалистом в менеджменте. В управлении. Да, в управлении. Вы можете отдебажить все, что угодно. То есть, вы уже все круги ада прошли, вы уже все виды ошибок знаете, которые могут возникнуть, просто потому что вы были тем самым неопытным чуваком, и можете отдебажить. Работать веселее, интереснее, познавательнее. Ну, то есть, занудно не получается, вы меняете, так скажем, контекст, и это минус в продуктивности, но плюс в том, что вам типа весело и прикольно. Ваши решения работают быстрее и надежнее, с этим я бы поспорил. То есть, ну, они имеют в виду, что из-за того, что вы знаете и фронтенд, и бэкенд, вы делаете, грубо говоря, круче WordPress сайта, потому что вы и оптимизируете фронтенд, и бэкенд. Вы не так круто это делаете, как два чувака, которые и оптимизируют и то, и другое, но стопудово круче, чем один, который... Ну, потому что в свой коз смотрите везде. Ну, да, ну, кстати, да, и то есть, у вас не будет вот этой проблемы связки двух чуваков, потому что вы и есть эти два чувака. Ну, да. Вы постигаете дзен, или вы познаете, что нет языка разработки, который лучше остальным, вы знаете, что нет самой лучшей базы данных. Вы можете предположить, что какой-то инструмент подходит для ваших целей лучше, но вы вполне готовы использовать альтернативы, если на то есть какие-то основания, например, квалификация остальных разработчиков. Вы больше не пишите статей про синтетические тесты, созданные с тем, чтобы показать преимущество одной технологии на другой. Вы знаете, что прирост производительности в 5% скорее всего не стоит двух ваших человеком месяцев. Кстати, у меня с моим прямым начальником и партнером по работе постоянно возникает разногласия по поводу каких-то вот этих приростов в 5%, и я всегда отстаиваю именно, что это не стоит того, чувак, давай лучше просто сделаем, чтобы сделать и так далее. И вот мне иногда создаётся впечатление, что я как раз продавил это, что я победил, но на следующий день опять, а может вот это используем, потому что вот там будет тот-то прирост, и ты как бы пытаешься объяснить, что чтобы вот это использовать, надо ещё 3 месяца мануалы читать, чтобы нормально это сделать. Видимо, я всё-таки тот самый фуллстэк разработчик. Так. Ты любишь мир, и мир любит тебя, даже когда ты его используешь, чтобы выстрелить себе в ногу. Отлично. Вот такая вот статья от Джехи, веб-разработчик. Мне знаешь, что нравится? Это вообще-то пишет русский чувак. Да, это не перевод, это именно сам чувак написал. У нас уже, наши чуваки пишут такие, знаешь, статьи, как на американских сайтах просто про мотивацию, про вот как любят написать просто ни о чём, но как бы просто про мотивацию. Ну да, учатся, и я даже бы считаю, что это хорошо. Это прикольно. Причём, у него совсем недавно инвайт, у него 16 февраля, 19-го года его пригласили, и он уже выдал такую прикольную статью. А у него всего две публикации, вот этот вот «Чем плохо быть фулстэк разработчиком» и первое «Версионирование базы данных на лету». Всё, такой чувак. Ну такой, да, фулстэк, всё понемножку, да? Ну и там у него в песочнице, и там и просмотров мало, и так далее. То есть вот эта статья про «Чем плохо быть фулстэк разработчиком», она как-то у него более взрослая, и, блин, респект, чувак, у нас про, опять про единицы измерения, тоже опять от Зелла Лью, я не помню, как правильно у него фамилия там читается, ну, короче, азиат. Про «Viewport Unit Based Typography», про «Вх» и «Вв». Отлично. «Percentage of viewport width» и «Percentage of viewport height». Вот такие единицы измерения. У нас есть их несколько сейчас в CSS, «Вввх», «Вмин», «Вмакс». То есть, грубо говоря, он берёт, вот так скажем, минимальный или максимальный из тех, которые вот эти два присутствуют. «Вьюпорт» это, опять же, немного фактуры. «Вьюпорт» это окно браузера, то есть, вот если я сейчас окно браузера вот так буду сдвигать, я меняю именно «Вьюпорт». Не «Document», а «Window» я меняю, если говорить терминологией JavaScript. Так вот, и когда у нас по полной развернуто, так скажем, даже не по полной развернуто, а просто, грубо говоря, ширина нашего браузера это 100вв, а высота 100вх. Простите за такие русифицированные, ну, «ВВ» и «ВХ» говорить каждый раз, это прям, мы до утра будем этот подкаст записывать. Поэтому они, эти единицы измерения автоматически высчитываются, исходя из ширины и высоты нашего окна. Казалось бы, круто, мы можем сделать 50вв, 50вх у компонента, и он вот так будет всегда четверть занимать, здесь гифка есть. Круто, круто, да не очень, мы здесь, статья-то все-таки про типографику, и в типографике, если мы сделаем размер шрифта, вот здесь HTML у него 16-20 пикселей, и мы у вьюпорта делаем два медиазапроса, а начиная с 618 начиная с 620, это типа нам неудобно, почему нам один раз не написать 3вв, и он меняет здесь сейчас ширину, и текст увеличивается, вроде прикольно, но на самом деле уж слишком восприимчиво, то есть вроде ты на сантиметр сдвинул, а у тебя параграф уже как заголовок стал, и надо грубо говоря как-то более высчитывать, более с коэффициентами, ну там 0.25 например, и он здесь нам сразу предлагает для HTML сделать фонсайз, и функцию калк использовать, которая у нас в CSS3 появилась, я не помню опять же по поводу поддержки браузеров, то есть здесь вот он пишет, что код не работает для всех браузеров, в Safari для Mac не работает калк нормально, хрен знает как проверить, у него здесь гифки, то есть не пример из кодпена, а именно гифки, поэтому 2, но тут скейлиться не так критично, то есть 112% есть базовое, плюс чуть-чуть 0.5 от ширины, то есть плюс какое-то значение мелкое, которое тадам, он пишет здесь sweet, и он говорит, мы можем же теперь от емов и ремов избавиться, и от медиазапросов, что все прям типа прикольно, он говорит, типа сделаем челлендж по поводу нескольких именно H1, там H2, и так далее, он говорит, вроде все просто, просто умножаем на 2 и все, но говорит, нет, хочется вот так вот, ну у него здесь есть картинка the correct size, простите, уважаемый слушатель, но вы знаете, что разработка, она прям такая viewer-friendly у нас получается, для зрителей в основном, а по этой формуле вот такой вот большой слишком получается, это потому, что проценты от процентов, грубо говоря, появляются, и проценты H1, они уже скейлятся, умножая на проценты HTML, так, поэтому нам надо, ну здесь вся математика прям представлена, я не буду уж ее зачитывать, нам надо сделать так, чтобы было более чувствительно все-таки к какому-то другому, более такому понятному, короче, он говорит, давайте-ка опять кремом и емом вернемся, и пусть у нас будет фонс, мы не умножим на 2 ту формулу, а просто сделаем 2 ем, это же тоже умножить на 2, но только оно будет просто относительно HTML и не будут проценты процентов, и поэтому хоп, correct size и ем, и крема это круто, он говорит, как же нам вертикальный ритм соблюдать, здесь же будет сползать, грубо говоря, он говорит, а не будет, потому что у нас же VV и VH только в HTML, а все остальное в емах и ремах, и они, грубо говоря, все равно будут относительно того именно фон сайза, и грубо говоря, наши линеечки, которые, там, допустим, 20 пикселей, там, 25, наш вертикальный ритм, он тоже будет скейлиться, и все будет скейлиться вместе с ним, и все супер, короче, используйте калькуляцию с VV и VH на самом теге HTML, то есть на рутовом элементе, а все от него уже скейлить и емами, и ремами, и это будет даже прикольно. Он говорит, можно сделать супер-дупер точность, и даже вот эти формулы calc с процентами тоже сделать еще с брейкпоинтами, с медиазапросами, и тогда будет для 100 пикселей, 600 и 1000 по одному пикселю увеличивать за каждый пиксель, точнее, а, за каждые 100 пикселей увеличивать на 1, а после 1000 за каждые 100 пикселей увеличивать на полпикселя всего лишь. Ну, короче говоря, здесь круто, мне прям нравится, как он это сделал, и это более понятно, чем статья, которая была неделю назад, там вообще космос, нам прям написали, нихрена не поняли, поняли только хорошо, что я не верстальщик. Да-да-да. Вот тут уже более, так скажем. Возможно, у нас уже просто чуваки включают наш подкаст и спят, допустим, или принимают наркотики. Принимают ванну, может, с салями и со смесями. Но вот он здесь пишет, можно комбинировать по-разному, и он говорит, а использовать ли типа это в настоящих проектах? Он говорит, ну вы, говорит, посмотрите по браузерам, какие у вас используют, какие-то баги, попробуйте. Короче говоря, попробуйте. И мне, пишите тоже в комментариях. Что? Ну, я здесь напомню только, что у него здесь есть картиночка, которая нарисована, что чувак стол переворачивает. Да-да-да, это очень круто. Это круто. Поэтому, да, переходим к социальным новостям. У нас там не только социальные, давай, Никита, банкуй. Соцкий и Сио, мне нравится у нас название. Первая тема про слэг. Нам, ребятам, кстати, понравилось, там в комментариях писали слэг, слэг, вот, короче, слэг. Так вот, слэг, я вам напомню, что он берется как вялый. Одна из интерпретаций, да, наша любимая. Небрежный какой-то такой, непосредственный, да. Так вот, чувак пишет на медиуме статью, как бы вдохновленную, но и грустную, статью про слэг. Про то, как он начал пользоваться слэгом, и про то, как он перестал пользоваться. Он пишет, пишет очень красивым языком, просто здесь надо видеть. Здесь сразу эпиграф, цитата, он цитирует Джорджа Бернарда Шоу. Это поэт, это поэт известный. Он пишет цитата о том, что революции, они как бы никогда не свергают тиранию, они просто ее перекладывают на другие плечи. Ух ты. Философски. Философски. Так вот, он пишет, я как бы... Привет, вялый. Привет, вялый. Хэдэ слэг, привет, там, вялый. Сейчас я вам расскажу одну прикольную тему. Он пишет, что я когда-то использовал, имел как бы отношение с почтой, с имейлом. Так. Так вот, я, говорит, очень долгое время имел отношение с ним, то есть по работе, я так понимаю, в принципе, по всему. Ну да, скорее всего по работе, потому что, в принципе, статья о том, как он свою продуктивность повышал и понижал. Круто было, я очень много использовал ее и как бы начал уже себя чувствовать практически уже таким деревенским чуваком. Он здесь, у него еще здесь метафора, он говорит, практически у нас так быстро все с имейлом развивалось, что я, говорит, уже очнулся, когда у нас уже были кольца, мы купили минивэн и переехали в пригород. Да, он очень круто это пишет, я прям вообще балден. Но, он узнал про слэг, и он, блин, я, говорит, почувствовал свою жизнь, как будто какой-то сраный клиент истук. То есть, блин, ну, короче, он охренел. Он намного более адаптивен к его нуждам. К малым, интересно, или к большим, я не знаю, но слэг был адаптивен к его нуждам, прям ему понравилось. Да. Так вот, и он пишет, что, блин, там, а, ну тут, кстати, сейчас, подожди, и тут, короче, после того, как он славит его, он сразу пишет, у него сразу начинается, у него сразу начинается про то, что у него слэг очень много стал занимать времени. Слэг, ты просил много моего времени. Так. Так вот, он бежит, ну, конечно, круто, что я, как бы, почтой перестал пользоваться, но я стал пользоваться слэгом, и, как бы, он начал слишком отнимать много моего времени, он слишком много на себя внимания моего перетащил. Он думал, казалось бы, мне не надо там переключаться на почтовый клиент, долго ждать, пока мне ответят. Я хоп, развернул, ответил, меньше у меня, типа, этих, отвлечений. Да. Но не тут-то было. Но не тут-то было. У него все, как бы, темы поделились, все его, вот, как бы, имейлы поделились на много-много подтемок, получается, как в слэг. Мы-то все знаем, там, как бы, каналы. Ну да-да-да. Да, на которые делится, как бы, внимание опять же. И тут, я вот не знаю, я просто расскажу, как я прочитал, просто что я помню. Он говорит, что круто, конечно, имейл, долго отвечать, вот это все, но в слэге я стал чувствовать, что от меня требуют быстрой реакции, быстрого внимания. То есть я, чуваки написали мне, и они ждут, вот я должен уже ответить. Как бы, там, там еще такие термины, типа, асинхронность, асинхронность, практически к асинхронной пвп. То есть, он ждет, что мы уже синхронизировались с чуваками, с которыми мы разговариваем в слэге, и мы уже должны быстро все отвечать. А я в это время, может быть, что-то работаю. А он, видимо, как будто... Он, видимо, просто работает. Как просто работает. Мне очень понравилась его метафора здесь. Вот ты, наверное, знаешь эту метафору, ну, я не знаю, она в русском сегменте есть, офисном или нет, в американском есть. Тусить у кулера. Да-да-да. грубо говоря, ты ждешь, пока кто-то нальет, и у вас хоп уже беседа, и это типа кулерная такая тусовка. Несмотря на то, что очень прикольно тусить у кулера, я не хочу работать у кулера. То есть, грубо говоря, превращать работу в прикол не очень охота, потому что это полное говно. А слэг, он работу превращает в прикол, в чат, и, грубо говоря, продуктивность все-таки страдает. Я правда не знаю, как это вот он разделяет, допустим, со скайпом, например. То есть, в скайпе что, не превращается в чат. А он же вещь с имейлом сравнивает, он же не со скайпом. Видимо, в скайпе он не сидел, скайп не был настолько разработчика ориентированным. В скайпе можно было и просто в чате зависать. Слушай, там просто еще видишь в скайпе, ты как бы создаешь когда конференцию между людьми, это как бы как серьезно как-то. Ты называешь там конференцию какой-нибудь там рабочий чат, и как бы это конференция, в которой состоят люди. А как-то в слэке оно все равно, ты как бы канал создаешь рабочий чат, но оно все равно как-то выглядит как будто там можно початиться. Потому что там везде куча смайликов, в скайпе они тоже есть, но тут уже даже реакции именно на сообщения эмоджи есть, о которых мы еще сегодня поговорим не раз. Ну и вот, и он говорит, что как бы ты можешь быть синхронизирован, можешь быть асинхронизирован, и тут он говорит, что в слэке я становлюсь как бы асинхрониш, то есть вообще просто рассинхронизированный полностью, потому что я должен вроде бы уделять конверсейшену внимание, а вроде бы должен работать, вроде бы это, и как бы я нигде, получается. Не там, не там, и полностью продуктивность упала нахрен. Вот. Я даже не знаю, что еще здесь сказать. Что еще здесь, да. Или есть еще какой-то, он просто, он прям столько описывает это все. Ну и под конец, конечно же, он пишет, что, извините, все, конечно, классно, но я понимаю, что я должен на себя вину взять, да, что я такой, блин, тупой и полностью расслабленный чувак, но я отказался от слэка, и учу-то, моя продуктивность снова выросла, он как бы стал работать, все круто стало. Я думаю, что здесь статья вот не только, то есть слэк как инструмент, понятно, да, но возможно, если у людей есть какие-то еще другие отвлечения, на которые не отвлекаются, тоже ВКонтакте, да, не открывают, можно это так же, как слэк, в принципе, просто закрыть и все. Ну, он и говорил там в каком-то из абзацев, я говорю, понимаете, что да, ответственность на мне, но я вот типа не смог. Дело не в тебе, дело во мне. Да. Не, слэка, не то, что он там просто забил и наркотиками уже бахается. Нет, само собой, что он не то, что он еще ниже опустился, просто там до аськи, до говна, или он же просто у кулера стоит. Опять же, ну вот да. У него причем и картинки здесь прикольные. Вообще, крутая статья, если хотите прям крутым английским проникнуться, почитать. Самойль Хулик. Да, Хулик. Следующая статья, наверное, громкая для анонима, сейчас чуваки, которые в очочках темных нас слушают. Или в масках Гайя Фокса. Да, в масках Гайя Фокса такие, юма, они что говорят? Оказывается, пользователей Тор можно отследить по движению мыши и бенчмарку процессора. Ну, кстати говоря, мы что-то говорили про то, что в принципе Тор не до конца все равно вас защищает. Там тоже, да, на тебе лежит ответственность. Там даже расширение окна. Когда ты расширяешь окна, на это можно повесить скрипт, что в момент расширения окна там у тебя снифится там говно какое-нибудь. Ну, так вот, независимый исследователь в области информационной безопасности Хосе Карлос Норте, я не знаю, что он, видимо, ему какой-то Дон Корлеоне в общем поручил расследовать, видимо. Так вот, Хосе Карлос Норте выявил пару новых методов деанонимизации пользователей Тор. Методы предполагают выявление с помощью JavaScript уникального отпечатка пользователя, по которому его можно отследить. Как мы уже говорили, бенчмарк проца и движение мыши. Создатель, создание уникального поведенческого опечатка, отпечатка, опасно для пользователей Тор, потому что данные, полученные при работе в Тор, можно сравнить с данными, полученными при работе с обычным браузером. То есть, как будто с какого вы клиента сидите практически. Это не всегда позволится стопроцентной точностью определить пользователя, но даст некий старт для расследования. Так вот, Роскомнадзор, конечно, утверждает, что использование инструментов к обходу блокировок сайтов не является нарушением закона, поведенческие технологии помогут найти нужного человека, в том числе в обратной последовательности в Тор из обычного браузера. Да уж. Так вот, короче, он тут пишет, что с помощью JavaScript можно измерить характеристические КПУ, собственно, то есть, проца, записать время необходимое для выполнения задачи, а затем использовать эту информацию как метку компьютера подозреваемого. То есть, уже какая-то циферка о вас будет, что-то там, это, конечно, еще ничего не понятно, но, тем не менее, несколько циферок уникальных для вас будут, и потом, возможно, с такой же, с такого же бетчмарка и таким же движением мыши выследить где-нибудь и накрыть. Ты как, я тебе сейчас у тебя холодок пробежал? Я просто как-то даже... А как защититься от этого? Не двигать мышки? Двигать мышки, да, может быть, двигать мышки или по-другому, я не знаю. Ну, короче, вот так вот, бойтесь. Ну, это теория, то есть, хранить везде вот эти отпечатки, это, ну, просто жесть. Ну, это как бы, он включил пуск, так, смотрим мы. ну, да, да. Следующая статья про гугл-телефоны в поиске. Гугл-телефоны в поиске, мне очень понравился твой заголовок. Так вот, тем не менее, короче, гугл все еще что-то делает со своей выдачей. Ну, это их право, в принципе. Да. В общем, вот эту органическую выдачу, некий чувак, какой-то там, непонятно кто, неважно, он зафиксировал, что оказывается в выдаче появились телефоны, на которые можно нажать в гугл. Так. Вот. И ты прям... Здесь есть скрин сразу. Да, есть скрин, и можно прям сразу позвонить. То есть, гуглы как бы работают с этой темой, они обрабатывают телефон, который, я так понимаю, нужно все-таки HTML так нормально написать. Охрен его знает. То есть тут... То есть охрен его знает, как он будет ловить, но скорее всего это вообще... Может быть он из гугл плюса берет. Если есть соответствующий гугл плюс этому сайту, он берет оттуда телефон. Может быть такое? Да, спаку верю в такое. Но это достаточно удобная хренатень. И тут пишут, что это в принципе в AdSense уже использовалось, видимо, можно было уже позвонить из-за рекламы сразу. Хотя это, конечно, жесть, но тем не менее. А сейчас уже можно прямо из выдачи. То есть это не рекламные какие-то, а вот если вы все круто оформите, скорее всего у вас будет телефон. Про Accelerated Mobile Pages говорили. Я смотрел на телефоне и у нас уже вовсю. А, ну все так. То есть может и это у нас уже есть. Я просто не знаю, какой проверить запрос, чтобы кто-то уже оформил это по-человечески. Ну вот да. А кто бы ты думал автор этой статьи? Ну да, автор наш старый друг Барри Шварц. Уже, я не помню точно, как я его назвал в прошлый раз, бородатый кусок говна, что-то подобное. Ну да, на самом деле мы, конечно, просто практически как чувак его назвали. Бородатый чувак. Да, да. Он прикольный. Уже он мне больше стал нравиться. Так, глядищий, как-то вообще я потеплею. Подружимся, да. Так вот, следующая статья, это как бы мостик в наш WordPress-блог. GitHub добавляет эмодзи-реакции на всякое. У тебя так написано. Так вот, с вптверна.com, обычно я туда не читаю новости, фу-фу-фу, а вот ты обычно читаешь. Но вот с вптверна. GitHub now supports эмодзи-реакции for pull requests, issues and comments. Вот такая тема. Короче, я так понимаю, в прошлом месяце... Ну, мы обсуждали ту тему, где написали письмо Диргитхапу, они ответились, включили многие там функции. Я так понимаю, они начали больше работать с комьюнити. По филшиллеру пошли дальше. Пошли дальше. И они посмотрели, видимо, на опыт фейсбука, потому что они добавили несколько эмодзи, которые будут разные обозначать. Вот, но я так понимаю, это все-таки на опыте фейса. Потому что там также есть, ну, типа, понравилось, не понравилось, всякое такое... Я думаю, тут совмещение между фейсбуком и слэком. Да. Потому что в фейсбуке они свое нарисовали, а слэки эмодзи. Но в фейсбуке 6. То есть выбор не такой большой. Тут уже именно там, какие самые тупые вот вообще эмодзи, которые используют. Там, я не знаю, какой-нибудь... Какой-нибудь домик. Пистолет. Вот нахрена пистолет. Да, я согласен. Но для гитхаба, как бы, особо тоже много не надо. Ну, то есть, скорее всего, чуваки бы и хотели, но просто здесь добавили основные специально. То есть, можно как бы залайкать, наоборот, что тебе не понравилось, задумчивые там эмодзи. Вот. В принципе, то есть, гитхаб превращается уже более в такую соцсеть. Ну, работать с комьюнити. Ты все правильно сказал. И по чейси, бакле, микро, пика, хрена взаимодействия. А, слушай, тут есть еще некая такая диаграммка, я не знаю, как назвать, графичек, на котором показано, как лайкают, как, наоборот, дизлайкают, да? Я так понимаю, лайкают больше, чем дизлайкают, аж в 700 раз больше, чем... Я просто пытаюсь понять, откуда это, и это в BuzzFeed. BuzzFeed, видимо, да. А как в BuzzFeed это у них реализовано, я не знаю, поэтому... Короче говоря, они тоже, видимо, основались на чем-то, что будут в гитхабе использовать больше, то есть, не стали всякий бред делать, сделали несколько самых популярных. И вот, собственно, мы сейчас дальше расскажем, ты расскажешь про плагин, который на WordPress ставится. Да, новый мостик, называется Reactions плагин, и он именно... Автор хочет в ядро его прям поместить. Так. Не в единую Россию, а в ядро WordPress. Причем автор наш тоже еще один старый знакомый, Гарри Пиндергаст. Так. Прости, господи. Практически Гарри Пиндергаст Карий. Да, Гарри Пиндергаст Карий. Че у него там кария, я боюсь. Так. Так, работаем. Emoji Reactions плагин, короче говоря, позволяет к постам добавить Emoji Reaction. И он уже столкнулся, этот плагин, с волной критики. На чем, казалось бы, волна критики основана? Во-первых, на уродском выборе Emoji. Посмотри. Так, да, вижу. Он просто... Он отвратительный, он просто худший. Ну, я так понимаю, он еще Steel Development. Work in Progress, если угодно. Ни хрена не поменяется, как обычно. Будем надеяться, что поменяется. Потому что мне очень нравится эта тема. Я прям хочу уже, чтобы у нас на Uweb-дизайне ставили Emoji Reaction. Так, на каждый абзац. Ну, нет, тут все-таки на пост, но вот да. И, кроме этого, все просто пишут, работает только с REST API. И нужно, естественно, плагин, WP... Так, я сейчас опять буду жаловаться, что я неистово скроллю здесь, а я тут неистово скроллю. Нужен именно плагин WP REST API поставить, чтобы работало в данный момент. Так вот, и волна критики сейчас в основном-то даже не сам плагин говно, а типа, чувак, ты что-то в ядрозах хотел такое говно добавить? А у нас мы, типа, делаем сайты, вдруг корпоративные, другие юзеры пишут. И там на сайтах каких-нибудь заводов арматурных нахрена вот это вот в новостях? Типа, это несерьезно и туда-сюда. И большинству, скорее, ну, люди думают, что большему количеству людей придется выпилить это из ядра, как кастомайзер, чем тем, которые выиграют от того, что это добавлено в ядре. Так. Но, опять же, все сходятся во мнении, что было бы круто, если бы этот плагин стал, как бы сказать, стандартом де-факто. Угу. Что, грубо говоря, или пусть бы он хоть по дефолту выключен был, чтобы было какое-то одно решение и никто не дублировал, то есть, чтобы у него был статус основного, но в ядре его не было. То есть, вот как-то так они пытаются найти компромисс. Ну, переходим. Я уверен, что в Jetpack какой-то добавят это потом, подсмотрят, сделают. И, кстати, написал статью Сара Гудинг, а там Джефф, собственно, Чендлер, главный по ВПТ, он там что-то сырется. отбивается. Отлично, ладно, переходим дальше. Здесь пишут, причем там conversation-то такой, где взять вот эти подушечки, которые в заглавной картинке, MLZ-подушечки, и пишут, он говорит, а что-то типа... А что ты начал? Нет, Андреас Нурба вообще спрашивает, ты имеешь в виду попкорн? Не очень понял, причем есть попкорн? И Джефф отвечает, у меня, говорит, просто в магазине их продают. Отлично, он, походу, еще барыга. Ну, он не у него, а в его локал-моле, но тем не менее, да. Еще одна новость с ВПТ Верна, Automatic выпускает плагин, пока... Я просто вспомнил, что бородатый кусок говна, ладно. В Automatic тоже, возможно, есть бородатые куски говна, но мы о них не будем сейчас. Они выпускают плагин, пока только в VIP-секции wordpress.com Так. Для Facebook Instant Articles. То же самое, что Google Accelerated Mobile Pages и в ВК страницы, в ВК статьи, когда ты прямо из Facebook можешь открыть в таком типа поп-апе контент. Вот верстка, которая вот нужна для этого в WordPress уже есть на WordPress.com в VIP упаковке, в VIP-пэкеджи, но она уже есть на GitHub и скоро будет в репозитории wordpress.org, то есть можно будет опять же везде добавить. Следите за новостями, я думаю, когда это сделают, мы вам об этом еще раз скажем. Еще одна, так скажем, еще один плагин в копилочку Must Have, я бы сказал, для сайтов, которые с новостями, с блогами как-то работают. Ну то есть да, главное это плюс получается в том, что люди не уходят с твоего сайта, они просто смотрят всплывуху. нет, главный плюс в том, что сейчас у большинства сайтов это будет и это будет, так скажем, индикатором понтовости, сайта, ну да, и все будут, ой, что-то нас на сайт кидает, мы-то хотим, чтобы нам в быстром попапе на фейсбуке открыть, а он просто еще и быстрее, скорее всего, будет, чем ваш сайт, поэтому вот, да, переходим к блоку научпоп. научпоп, немножко так у нас сегодня, мы не стали вас утруждать сильной темой, вот мы ее когда-нибудь затронем профила, никогда, видимо, не знала, но мы ее держим пока в уме, про прощение. Сразу, SpaceX на Unsplash, мы все знаем SpaceX, команда Илона Маска, они там запускают ракеты, мы постоянно про них говорим, и вот несколько фоточек, возможно, на практически Илон Маск на свой iPhone, возможно, но нет, на какую-то охрененную аппаратуру, сфоткали, запуске, достаточно красиво выглядит, можно практически на обои себе ставить. Ты как, тебе какая больше всего нравится из шести? The latest, которая 87 лайков, самое последнее, ну, такое, на темном, у меня тоже, хотя, честно скажу, та, которая 7 лайков, которая, так скажем, третья с конца, тоже эпично выглядит, ну, да, там прям контраст, из-за того, что облака, а здесь так ярко, с мыса Canaveral запуск происходит на Флориде, мы реабилитируемся, мы теперь знаем, как это называется, правильно ставим ударение. Ну и те, кто не знает про UnSplash, посмотрите наш прошлый подкаст, мы там немножко рассказали. Да, обязательно. У UnSplash здесь снизу лозунг появился Make something awesome, а у Space X здесь лозунг The Future of Space Travel, все, будущее Space путешествий космических. Ладно, переходим к дальше новостям. Так вот, следующая новость Китай собирается, называется. Так вот, Китай все что-то собирается запустить в космос 110 ракет за 5 лет. Это охренеть, как много, как мне кажется. Хотя Илон Маск уже, по-моему, за пару дней уже столько запустил, ну ладно, и сломал столько же. Ну да, и поржал в Инстаграме, теперь обломки хотя бы больше. Да. Ну тут, кстати, на твой вопрос сразу ответ. Это наиболее плотный график запуска ракет среди всех космических держав. Ну то есть, реально, да. В ближайшие 5 лет Китай запланировал запустить в космос 110 ракет. Наиболее плотный график запуска ракет среди всех космических держав. Через пятилетку страна собирается реализовать лунные и марсианские программы. То есть, не только количеством, но и качеством хотят взять. они хорошие ракеты. Думаешь, они Элона Маска хотят переплюнуть? Не знаю. Может быть, просто, ну и нас, и Америку. Всех хотят переплюнуть. При этом, сейчас в Китае ведется разработка новых моделей ракетоносителей Чанчжэн. Великий поход. Пишет российская газета. Сейчас нужно еще как-то круто. Чанчжэн. Чанчжэн. У них же музыкальный такой. У них же с разными там этими. Я сейчас, возможно, что-нибудь сматерился. Первый запуск ракетоносителей Чанчжэн-7 запланирован уже на июнь этого года, сообщил заместитель директора Китайского сельского института ракетной техники Лян Сяохун, простите, если что. Запуск будет произведен с космодрома Вэньчан, опять же, в Южно-Китайской островной провинции Ханьнай. Ну, известно, говорит Лян Сяохун. Ранее он сообщал, что эта ракетоноситель станет частью проекта создания Китайской орбитальной станции. То есть, они там уже что-то осваивают. Ну, у них МКС же она наша, русско-американская. Вот они хотят китайскую такую же забабахать. Честно говоря, короче, я не то чтобы как бы не верю в нас или там, не знаю, ничего в кого-то там. Но вот когда-то, не так давно, было, знаешь, первая тема, Китай уже в космос полетели. Знаешь, таки, блин, ни хрена себе. То есть, мы там полетели хрен когда в космос, да? Они вот типа недавно, и это ничего себе, то есть, они уже так, мне кажется, они же сильно развиваются. То есть, они... Как это не прискорбно констатировать этот факт? Нет, то есть, ладно, окей, но как не прискорбно мы так не развиваемся такими семимильными шагами, да. Но тем не менее. Короче, в 2014 году китайцы там озвучили детали своей космической программы на ближайшие десятилетия, то есть, они запланировали марсоход, а у них, видимо, не было марсохода еще. То есть, они все-таки что-то новое там для себя делают. А у нас был интересный марсоход? Не готов ответить, не знаю. Также китайские ученые планируют разработать автоматические станции для отправки на ближайшие астероиды. Они уже на астероидах летают. Ну, короче, почитайте, прикольно, прикольно. Да, здесь есть еще и ссылки. Вот там, где запланированы, там можно посмотреть, что именно запланированы и так далее. Короче, Китай сильно осваивает. Я бы задумался. Задумался. На месте Рогозина и тех, кто украли деньги из космодробов восточных. Простите за минутку политики. кстати, знаешь что? Может быть, они зато к нам не пойдут, они сразу на Марс куда-нибудь. А, ты имеешь в виду, Сибирь все-таки девственно останется. Не будет вода? Penetration с китайской стороны. Внедрение. Так вот, последняя тема у нас на сегодня. Ученые собираются изучить древний кратер и место падения астероида на Землю 66 миллионов лет назад. Короче, в чем суть? Мы как бы немножко в древность вернемся. Интересно, а вот сейчас 66 миллионов лет назад падает что-нибудь или нет? Я думаю, там как раз дьявол родился 666 миллионов. Возможно, да, причем из этого же кратера. Да. В этом месяце группа ученых собирается начать бурение скважины в кратере Чиксулуп. Я, возможно, сейчас опять что-то не то сказал, но тем не менее. Образовавшемся при падении астероида в конце мезозойской эры. Так вот, самый прикол, что все говорят, что именно из-за этого астероида это одна из причин вымирания динозавров. А кто мерзавец? Я так вот и знал, что из-за него все. То есть, там же были всякие легенды, что они, возможно, там вымерли от какой-нибудь хрени, которая на астероиде была. Возможно, это люди были. Я думаю, тупо из-за ледникового периода замерзли. климат сменился из-за этого и не все. Короче, оказывается, будут бурить не сильно глубоко, как мне показалось, но, возможно, сейчас чуваки, которые бурильщики, поржали, такие, гулять себе глубоко 17 метров, вот именно на дне моря то есть, это находится и будут всякие там известняки вот эти смотреть, а известняка там, мы так понимаем, и кости тоже могут быть. Ну, конечно, да, да. То есть, возможно, там найдут какого-нибудь динозавра, возможно, ваш компьютер самый первый хаааа, вот, да. В процессе боения будут извлекаться керны. Керн, кровавая копыта, возможно. Ух ты, но он, кстати же, тоже его убили. Его горош убил, то есть, возможно, его извлекут тоже длиной в 3 метра. Да, после этого начнут изучать и более глубокие слои с изучением образцов, извлекаемых по мере бурения. То есть, там будут находить всякое. Тут есть отличная такая хрень, возможность какой-нибудь журнал, какой-нибудь Scientific American. Да, там есть инфографика, если угодно. Да, ну, в общем, Чиксулуп, все такое. В общем, будем ждать новостей от ученых, посмотрим. Я прям даже считаю, что может какие-то эти что-нибудь найдут наконец-то. Ну, открытия, что-то прям согласен. Я сейчас открою, ты мне скидывал обойку? Да, я тебе скидывал обойку, я тоже ее сейчас все сверну. И я придумал уже, во-первых, смотри, вот этот замок это общежитие для всех, так скажем, кто слушает наш подкаст. Вот все фанаты, они вот мысленно в этом замке находятся. вот ты не понимаешь, я так же придумал. Да? Да. Вот видишь, как здорово. Я просто не знаю, мы где здесь. А мы с тобой, это просто остальное. То, что... А, мы весь мир. То есть они смотрят в окна, да, на нас. Ну, мы где-нибудь по реке, вон там в круизном лайнере едем под Дикси-Лэнд, пиво пьем просто и все. Но не важно. А вот справа, смотри, есть, так скажем, такая развилочка, вилкообразная. Да. И это показывает, что все дороги ведут в наш подкаст. Согласен. Прям вот ты, как ни возьми, разработка, дизайн, научпоп, а все равно у нас оказываешься, у старых добрых ювеб-дизайн. Подписывайтесь, кстати, на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Подписывайтесь на канал в Телеграме, между прочим, там тоже есть полезная инфа, хотя там то же самое все, только самое важное. Пишите нам отзывы на iTunes, ставьте звездочки, ставьте лайки на YouTube, расшаривайте видео. И с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока. Пока.